Народное славянское радио 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 Ну и Россия, разумеется, Европа также. Проект «Доктрина». Мы с Сашей занимаемся этим проектом около 6-7 лет. Он рождался долго, достаточно мучительный, я бы сказал. Мучительный, да. Много бесконных ночей мы покрасили на точку Б, как мир, во-первых, выработать, во-вторых, сделать его нахыщенным, правдоподобным. Слово сказать, первая повесть спихалась 3 года. Чуть поменьше, получается. 2 года и где-то 10 месяцев, может быть, 9. Но я надеюсь, что читатель сможет получить от прочтения этой книги определенное удовольствие. Хорошо. Ссылка, которая у нас, как я сказал, в анонсе указана, она ведет на сайт. Дальше на сайте есть текст, который совершенно бесплатно можно посмотреть, почитать. Но ведь любая книга хороша тем, что ее можно в руки взять. Вот у меня возникает такой вопрос, который, наверное, нашим радиослушателям будет интересен. А если захочется книгу почитать, где ее можно будет достать? Ну, если захочется книгу почитать, то первое место для нас, как и магазин, электронный магазин, как по домену, кокунов.ком, вот, там можно показать печатную версию снуков в Москве, вот, в мягком и твердом переплете. Вот, то есть, как бы мы печатаем эти книги напрямую, их ответственная цена ниже будет, чем приобретать книгу через посредников. Вот. Вот. Но с книжными сетями мы пока именно по открытии не договаривались, к сожалению. Вот. Но мы это планируем на будущее. Скажем, как в корае половины семнадцатого года, я думаю, к тому моменту будут какие-то подвижки, и действительно повесть появится в магазинах. Вот. Пока только через нашу интернет-магазин. Надеюсь, что мы сможем чем-то помочь в распространении информации о выходе книги, а может быть, еще чем-то другим поможем. Итак, переходим уже к самому вкусненькому, к самому сладенькому. В аннотации книги, я когда читал, вот, начинается на следующее. «2111 год. На фоне истощения запасов углеродов происходит локальный ядерный конфликт между Китаем и США, который идет практически к полному уничтожению обеих держав и радикально меняет карту мира». И вот тут все и закручивается. Для чего, такой вопрос у меня, для чего современная фантастика, современные фантасты в своих произведениях используют вот такие окополистические мотивы, что вот все до основания разрушилось, потом мы из этого всего вылезаем, и вот как-то так все и начинает развиваться. С какой целью такой формат принят? Ну, дело в том, что за других фантастов мне, наверное, отвечать сложно. Я скажу, какую функцию это событие играет у нас. Я еще раз оговорюсь, что это, в общем-то, при том, что этот конфликт был масштабным, и он действительно привел в мире доктрины к разрушению целостности этих государств, как политика правовых образований, как суверенов на определенной территории. Тем не менее, он не привел к тотальному или полному уничтожению всего человечества и возвращению человечества в состояние в Средневековье или еще раньше. То есть, да, он нанес... Он, грубо говоря, сокрушил так называемый новый мировой порядок. Но что такое новый мировой порядок? Новый мировой порядок – это порядок, который основан на доминировании евроатлантического финансового, прежде всего финансового, ну и финансово-промышленного, скажем так, финансово-промышленных, транснациональных финансово-промышленных корпораций. Но прежде всего, конечно же, он основывается на транснациональном финансовом капитале, который сосредоточен в евроатлантическом регионе. Вот этот порядок, он был уничтожен в 2111 году. Так прозвучало «был уничтожен». Я, конечно, понимаю, что по некоторым данным, которые есть у меня, у нас нет будущего, нет прошлого, все протекает так как-то параллельно. И то, что мы сейчас говорим, сидя здесь, будет, оно где-то уже там случилось, и можно говорить, что оно произошло. Например, 2111 год. Не являются ли в данном случае наши фантасты, Александр и Николай, такими предсказателями то, что вот эти две, так сказать, крупные державы, Америка и Китай будут уничтожены при помощи ядерного оружия или при помощи чего-то другого. Не является ли это таким вот указанием? Ребята, будьте добры к этому времени, здравомыслящие все оттуда вылезайте. Ну, по крайней мере, точка мы пихим в доктрине, оно охрана на более или менее реалистических прогнозах. То есть мы его, именно в плане прогнозирования, ничего не выдумываем. Есть определенные тенденции, есть определенные погвихи, которые видны ухо сегодня. Вот, и я бы так, весь проект доктрина, это есть одновременно и некий вариант поведения, как в этом мире выхо выхо, как родиться и приумножиться, и некое пригостили хэддио. То есть если вы какого развития событий не хотите, сделайте как-то себя лучше, иначе вы получите именно вот это, то есть то, о чем мы пихали в доктрине. Мы не хотели здесь абсолютно обидеть население Китая или население Америки, но как там в том числе режиссер и один из соратников Оливера Стоуна, если я помню правильно имя этого режиссера фильма «Украина в огне», он сказал, что я патриот Америки, в интервью с Анатолием Ширием он сказал, «Я патриот Америки, но не той Америки, которая строит нынешняя американская элита». Не той элиты, которая навязывает, грубо говоря, зарабатывает на торговле наркотиками, оружием и так далее. То есть нужно различать между политикой элиты и позицией многих людей здравомыслящих в этих странах. Я так предполагаю, что все-таки радиослушатели уже у нас подкованы, понимают, о каком новом мировом порядке идет речь, понимают те слова, которые здесь произносятся. Но все-таки, если мы учитываем, что нас могут слушать и те люди, которые пока еще только-только начинают интересоваться всеми этими вопросами, наверное, им надо уточнить, а чем же насолила Америка и Китай? Чем плох этот мировой порядок? Зачем так его разрушать? Смысл какой? Ну, здесь главным образом в аннотации уже сказано, что явилось одним из оснований для конфликта. Это истощение мировых запасов углеводорода. Но углеводороды – это, как вы понимаете, нефть и газ прежде всего. Вот. А почему это было настолько критичным через сто лет? Хотя, казалось бы, у нас есть еще сто лет, и мы можем разработать множество технологий альтернативной энергетики. Даже, так вот, например, тот же термоядерный синтез на основе диетериево-тритиево-топлива или совершенство технологий классического ядерного синтеза, закрытого, переработки с системой переработки ядерных материалов и повторного их использования. Но мы, к сожалению, в последнее время наблюдаем, я лично наблюдаю, может быть, это мое субъективное мнение, мы наблюдаем процесс искусственного замедления прогресса. Связан он не с политическими, не с интеллектуальными причинами, а связан он с причинами и с интересами именно финансового промышленного капитала, которому выпускать новые прогрессивные технологии раньше, чем они могут продать предыдущие, невыгодно. То есть, грубо говоря, пример такой. Есть iPhone 5, мы его продаем в этом году. Например, iPhone 7, сейчас уже вышел. Мы продаем, там есть определенный набор технологий, который там реализован. Там определенный процессор с определенной тактовой частотой, видеокарта, он имеет определенные параметры, толщины и так далее. На самом деле у нас, например, у разработчика, у нас есть уже технология, которая позволяет в 5 раз увеличить мощность этого процессора в следующей модели. Но зачем нам это делать, если мы можем увеличить мощность процессора в полтора раза? Другие производители последуют за нами же, потому что они тоже не хотят терять прибыль. И мы будем те технологии, которые у нас есть, вместо того, чтобы реализовать их за один год, их массово распространять и пойти дальше, мы будем сидеть на месте, мы будем продавать то, что у нас уже есть в течение 10-20 лет. Самое интересное, если вы посмотрите на прогнозы развитие суперкомпьютеров мировых, то мы, по-моему, к 16-му году, по прогнозам, должны были выйти на йота-флопсный уровень суперкомпьютера. А мы сейчас находимся, если не ошибаюсь, компьютер Цяньхе, суперкомпьютер, который в Китае, у него сколько, 12 пета-флопс? 12. Да, мощность, я могу ошибаться, да, но мы еще находимся на пета-флопсном уровне, причем так, ну, еще сидим на нем, грубо говоря, очень плотно. Ведутся некие разработки в Америке и в Европе, вот это крио-компьютеры и так далее, и так далее, но пока никаких практических результатов они не дали. Либо эти результаты не были выпущены на рынок по каким-то причинам. Если это так, то, скорее всего, эти причины чисто экономические. То есть, вполне возможно, где-то уже стоит супермощный компьютер, о котором просто не говорят, на нем обкатываются технологии, а нам преподносятся какие-то уже устаревшие модели, чтобы мы все радовались, веселились, говорили, ух ты, какие мы продвинутые. Да, безусловно, безусловно. То же самое происходит во всех других отраслях. Я не говорю о том, что значительная часть, значительная масса валюты, которая циркулирует, это ни для кого не секрет. В частности, американских долларов. Она ничем не обеспечена. И, грубо говоря, для того, чтобы она не превратилась в бумажки, стоимость которой, я не знаю, копеечная стоимость, как у обычной бумаги, плотная, для этого нужно поддерживать определенное экономическое равновесие, то, которое выгодно эмитенту этих бумаг, этих билетов банковских. И Китай здесь, он является в своего рода соучастником данного процесса. Почему? В частности, потому, что он является крупнейшим владельцем государственного долга в Соединенных Штатах Америки. То есть, это в определенном смысле две стороны одного януса, двуликового, скажем так. То есть, Китай крупнейший производитель, но кто крупнейший потребитель в мире? Это Соединенные Штаты Америки. И без крупнейшего потребителя экономика Китая, я боюсь, что может рухнуть и очень быстро. И не только экономика Китая, кстати сказать. Экономика Японии, точнее. Что, в общем-то, и объясняет лояльность японского правительства, японского финансово-промышленного капитала Америки. Доктрина – это свой мир, насколько я понял из ваших слов, такой хорошо продуманный, где каждый, не могу сказать, каждый листочек на дереве продуман, но общая канва продумана, персонажи, действия. Для вас, как для авторов, это что? Это игра? Это жизнь или это просто работа? Я бы сказал так. Я, может быть, сейчас буду несколько пафос, но я вам показал Доктрину делом жизни. То есть это некий проект, при помощи которого мы хотели бы показать людям, человечеству, нечто важное, донести до них кое-какие мотивы, чтобы, может быть, повлиять благо, скажем так, на умы. Мы в Доктрине излили то, что в нашем копилось за многие долгие годы. Это и возмущение, и негагование, это и попытка приоткрыть некие сферы, которые, как обычно, людей скрыты, скажем так. Я вот просто еще дополню, если можно. Краткий пример приведу. Вот о чем мы говорили. Еще один замечательный пример – это колонизация Луны. Или ее не колонизация, точнее говоря. До сих пор. И также и не отправка. До сих пор пилотируем экспедиции. Но в Америке. Все это в НАСА, это все обосновывается якобы огромной стоимостью этого проекта. На самом деле есть документальные фильмы, которые были сняты сотрудниками НАСА, причем бывшими, как и актуальными, которые говорят, что есть способ гораздо дешевле эту экспедицию реализовать. Но почему-то ни у кого желания это делать нет. Потому что нет, видимо, экономической и политической воли, чтобы это делать. Вот и все. Но это, понимаете, это палка о двух концах. Это очень опасное, боюдоострое оружие, когда люди заигрываются в эти экономические игры, и они могут привести к тому, именно к тому энергетическому кризису, который случится в мире, и который может привести к очень серьезным последствиям. И более того, там был, я слышал вопрос, где-то видел даже чуть... Ну, мы дойдем до вопросов, да. Чтобы полностью пока их не раскрывать, можно так отталкиваться от них, но не раскрывать полностью. Да, да, да. Ну, вот был там, я промелькнул вопрос, почему Китай. Значит, причину я назвал, первую причину, но есть еще и другие причины, которые я не буду раскрывать, чтобы читателю было все-таки интересно читать. Они связаны, не связаны напрямую с политикой Китая как государством и политикой его элиты. Ну, во всяком случае, связаны с частью его элиты. То есть, это особая категория причин, которая не связана с тем, что я сказал. То есть, мы это раскроем обязательно, но не сейчас, наверное, чтобы у читателя какой-то был интерес. Здесь прозвучало, что это дело жизни, и что вот те предсказания, которые возможны, даются в книге, они могут заставить людей как-то задуматься о чем? О своей жизни, о том свинячьем положении, которое сейчас для людей находится. Но ведь, если так, положа руку на сердце, большинство людей это находится в таком состоянии не по собственному желанию, не потому что они такие поросята. Это вполне рождались нормальные, хорошие дети, воспитывались. Но воспитывала их система некая, воспитывала их какие-то установки, телевизор тот же самый и так далее, и тому подобное. Может быть, надо как-то достучаться до тех, кто управляет всем этим, достучаться до тех, кто владеет голубыми экранами, к средствам массовой информации. А это все-таки небожители во многом, состоятельные люди, которые получили свое состояние как раз на тех же самых принципах, из-за которых и начинается война в доктрине. Как до них достучаться? И вообще, в этом случае не утопия ли это, что мы достучимся до людей и так далее? Вы знаете, я хотел бы, по моему мнению, с ним можно поспорить, я считаю, что эти люди, в том числе принадлежащие к этой мировой финансовой элите, это люди достаточно образованные, во-первых, я бы даже сказал, очень образованные. Во-вторых, это люди, для которых богаты не в одном поколении. Для них деньги и власть – это не что-то такое, от чего они испытывают трепет, я не знаю, сравнимый с тем, какой бы испытал человек, у которого этого ничего нет. То есть для них это абсолютно естественно. И они, возможно, уже сейчас ищут какие-то альтернативные пути развития. Но, к сожалению, этих альтернативных путей, более или менее реалистичных моделей, которые можно было бы применить, на данный момент, на самом деле, они начинают рождаться. Если мы вспомним так называемую исламскую экономику, ту инициативу, которая началась в Индонезии в 2000 году, которая была продолжена премьером Малайзии Махатиром Мухаммадом, который был целый комплекс мер к тому, чтобы уменьшить зависимость от вот этого кредитного пузыря мирового и привести экономику в соответствии с какими-то реальными благами или реальной валютой. То есть введение золотого динара, золотой валюты, то есть возврат определенный к золотому стандарту. То есть говорилось о том, что нужно вернуть золото от богатых людей к людям, дать возможность владеть им обычным людям. То есть не то, чтобы драгоценные металлы находились у людей состоятельных, лежали на их счетах в банках, а остальным людям раздавали бумажки, которые сегодня стоят там столько-то, а завтра она будет стоить уже гораздо меньше. И потом им это будет объяснять, объясняться, как они говорили, им это будет объяснять какими-то магическими причинами, и большинство людей будет в это верить. Хотя на самом деле, если... Очень интересный пример, он там приводил один из основателей вот этого вот общества, фирма, которая печатает сейчас вот эти... То есть не печатает, а штампует эти золотые динары. Он говорил, что вот сейчас я... Вот показывают вот купюру, вот смотрите, вот эта купюра, вот она вот, ее достоинство. Вот сейчас я ее разрываю, на две части разрывает, все, нету. Она ничего не стоит. Это две бумажки, которые ничего не стоят. Сейчас вот мы ее соединим, сейчас склеим скотчем, и у нас вновь появится банкнота, на которую вы можете что-то купить. Вот. То есть это вам не кажется, это странно, как он говорил. Некоторые инициативы уже в мире, они есть, они... Значит... И если вы помните, то распространение, и вот это вот достаточно быстрое включение там и Арабских Эмиратов в эту схему, там и Иран подключился, он вызвал некую тревожность в МВФ, вот, в руководстве МВФ, вот, которая даже рассматривала возможность принятия мер, которые препятствовали бы оттоку золота в исламские страны, принудительных мер, вот, которые бы препятствовали бы концентрацию золота там. Вот. Но, к сожалению, пока данная система, вследствие, прежде всего, политических причин, она не реализуется последовательно в целом, даже в Ближневосточном регионе. Поэтому пока говорить о ней, как о некой системной альтернативе, мне бы хотелось, но я не могу. Вот. Печально. Печально, что не можешь. Хорошо бы так уже было сказать с надеждой, вот, у нас идут переговоры, к нам вот тут звонил такой-то, такой-то, мы с ним поговорили, он задумывался и сказал, хорошо, я, пожалуй, так и буду жить. Вот это было в обнадеживающем. Ну, я скажу вот что. Что из обнадеживающих, да, все-таки отвечая на вопрос, да, по поводу того, рассматривать, не рассматривать. Тоже Ситибанк, он ввел определенное окно, скажем так, для вот этих беспроцентных, так в кавычках их возьмем, исламских операций, потому что он понял, что это может, на этом можно зарабатывать, это может быть выгодно. То есть, европейские, американские банки также рассматривали эти, и более того, применяют эти схемы работы. Применяют эти схемы работы. Как? По двум причинам. Потому что есть клиенты, у которых есть определенные убеждения, это раз, а во-вторых, есть определенная выгода, ну, для них, для самих от этого. Вот. Поэтому, и там, и Ситибанк, и другие банки, они, как и в ближневосточных подразделениях, так и в европейских подразделениях, они эти программы потихоньку внедряют. Вот. Поэтому, это есть. Вот, недавно в Индене, в Казани проводилась конференция, именно по вот, исламской экономике, в этом году она проводилась, по инициативе как раз, индонезийских банков, и она была встречена, встречена эта инициатива, достаточно серьезна, на нашем государственном уровне. Вот. Насколько я знаю, то есть, даже на уровне правительства рассматривались возможность внесения поправок в наше законодательство банковской деятельности, которое бы давало возможность функционированию вот этого вот исламского банкинга, так называемого, насколько это было реализовано в каких-то постановлениях правительства или в актах, я, честно говоря, сейчас вот, ну, у меня не было возможности следить, возможно, что-то, какие-то подвижки были. Я вот сейчас вот точно не могу сказать. Но как-то меня смущает следующее. Вроде бы, да, разговариваешь с высокопоставленными чиновниками, может быть, даже где-то банкирами, они говорят, что, да, в этом мире тяжело, в этом мире как-то все вот по волче приходится выть, чтобы с волками жить, и хочется как-то иногда расслабиться для того, чтобы себя почувствовать человеком. Ну, приблизительно так, если не даваться подробностей. Но не можем это себе позволить. Съедят сразу. И вот эти технологии, которые здесь мы сейчас озвучиваем, они применяются ими не с точки зрения того, чтобы уйти от этой матричной, я имею в виду фильм «Матрица», системы порабощения человека, используя ее как батарейки для своих целей, а именно с точки зрения другой, стать более конкурентно, способным на этом рынке. То есть, вот новое что-то захватить, но при этом, чтобы инициатива была, чтобы не упускать инициативу, чтобы быть впереди. Поэтому новые технологии они используют не для улучшения жизни, а для того, чтобы просто бороться за место под солнцем. Ну, наверное, это так. Мы, в общем-то, основная идея доктрины, понимаете, не говорить о том, что мы вот вам предлагаем утопию, давайте ее построим. Просто мы хотели, наш тезис какой? Что процесс объединения человечества и его интеграции, он не является последовательным, однородным и бесконфликтом. Он таким не будет. Иначе это превращается в какую-то утопию не реалистичную совершенно. Но, однако, мы должны понимать, что вообще, то есть, факт существования человечества, именно существование, его как форма разумной жизни, он связан с определенным уровнем минимальной интеграции и достижения согласия как минимум по определенным пунктам, определенным положением. Вот, да, ключевым. В современной теории международных отношений и глобалистики, да, ну, есть вот такая сфера, это, по сути, научный раздел, связанный с теорией международных отношений. И в законодательных актах, в том числе, ООН, и в конституционных актах некоторых государств, в том числе, европейских, в частности, Франции, значит, вот, введен такой термин устойчивое развитие. Вот это вот устойчивое развитие, значит, оно является, по сути, совокупностью минимально необходимых условий для существования человечества в будущем. Значит, сюда входит что? Вот. И, в принципе, это так оно, как бы, в реальной жизни, и так оно и у нас входят в следующие аспекты. Первое. Это создание эффективно работающей системы обеспечения глобальной безопасности. То есть, грубо говоря, это механизм для предотвращения возможности тотального уничтожения человечества им же самим в ходе военного конфликта. Второе, не менее важное на нынешний, на сегодняшний день, это обеспечение благоприятной экологической среды. То есть, тотальное загрязнение природы, оно приведет, в общем-то, оно может привести к гибели человечества как биологического вида. Это абсолютно очевидно сейчас. Вот. Ну, пока не для всех, но уже начинает доходить и вот до этих воротил, как вы понимаете. Потому что никакие деньги тебе будут не нужны, если ты будешь, так сказать, интегрируешься с землей. Вот. или, как говорят французы, будешь есть одуванчик из корней. У них есть такая поговорка. Вот. Третий момент, это экономическая интеграция на минимальном, возможном и минимально необходимом уровне. Вот. Это, и четвертое, это введение минимальных мировых стандартов образования. Вот. В общем-то, я думаю, что, я просто сейчас не буду зачитывать определение устойчивого развития из доклада Римского клуба, наверное, это у нас немножко другой формат. Вот. Потому что оно там более сложное. Вот. Его надо пояснять долго. Но смысл понятен, да. Да, смысл понятен. То есть, это, в принципе, ничего такого, что не было бы уже сформулировано, не было бы уже понято, мы не писали. Мы просто дали некую перспективу к тому, того, чего может привести, скажем так, своевременная нереализация этих принципов. И мы даем некий все-таки оптимистический сценарий того, что человечество, оно совершило ошибку, но все-таки себя не уничтожило до конца. Вот. И как ему пришлось, опять же, подчеркну, пришлось исправлять. Не то, что это была добрая воля каких-то мудрых и мировых лидеров, которые решили по своей доброй воле. То есть, такие люди, конечно, есть, были и, дай бог, будут. Но, к сожалению, масса людей, а это действует по поговорке, пока, если гром не грянет, мужик, соответственно, не перекрестится. Или пока петух горячий. горячий. Не хлюбик в одно место, никто ничего делать не будет. Да, вот. Поэтому мы здесь абсолютно, ну, мне кажется, реалистично, и мы все-таки вот основываемся на тех закономерностях, на тех факторах, которые человечеством уже, в принципе, осмыслены на данный момент. То есть, прибегаем, опять же, к помощи священной на Руси птицы, да? Жареного петуха. Да. Да, да. Потому что, значит, без стимулирующего момента в виде локального ядерного конфликта, боющих, бировые лидеры долгое время были бы не способны ничего понять, что на самом деле говорится. Ведь исчерпать экопланету, доску-ка все вышерпать, это весьма просто. Но не просто, я так скажу, все восстановить. И мы, как бы, в истории человечества было много периодов, много моментов, где для того, чтобы что-то не победилось, может быть, был колокальный наглом, нагрев, скажем, как общественные неизбедения, как астропы. и, прежде всего, наверное, смена самой этой элиты, значительной ее части, по крайней мере. Да. Потому что люди, которые привыкли зарабатывать, извините, на торговле наркотиком, торговле оружием и торговле людьми, вот, они как бы, ну, понятно, что это очень прибыльно, ну, понятно, что это, как бы, но ни к чему хорошему это не приведет. То есть, эти люди, они просто так от своих, скажем так, схем, 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 да, они, они, то есть, есть еще и четвертое, это печатный станок. Первое, это вот эти три, и, наверное, это на первом месте стоит, вот, даже, наверное, это даже прибыль, чем торговля наркотиками, это печатный станок, конечно же. Вот. И, ну, я уже говорю даже не о печатном станке в его, смысле таком, как вот мы привыкли, о виртуальном печатном станке, да, то есть, виртуальной валюте. Где все эти виртуальные нули, единицы рисуются на счетах, рисуются, когда списываются, то есть, нарисовали человеку награду, за медицинские услуги, бах, списали, и нет награды. А услуги, оказывает их, то же самое лицо, которое ему все эти нули, единицы нарисовало. Может быть, и вполне какое, я как-то тренинг, у нас кое-где покаживается. Вот. То есть, ничего не галили, при этом ничего не отняли. Все на нуле. Дверь, не галили, но и виртуальности. И тут вот дальше я хотел бы перейти, в общем-то, к основной теме нашего сегодняшнего беседы. То есть, мы уже... Да, слушай. Хорошо. Я хочу просто, если уж мы заговорили про то, кто когда чего понимает. У индейцев есть такое высказывание, мудрость. Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть. Очень, мне кажется, правильное высказывание, которое вот иногда может доходить до мозгов тех, кто занимается, так сказать, бизнесом. Но у меня все-таки еще есть небольшие уточнения, прежде чем к теме перейти, потому что очень интересная вообще сам по себе книга. И когда смотришь на иллюстрации, то возникает вопрос. Иллюстрации к доктрине очень своеобразные. Они множатся символикой и знаками. которые не характерны для современного общества. Почему там очень много таких своеобразных знаков, которые в современном обществе неоднозначно воспринимаются? Я вот позволю, просто мы как бы должны вот сейчас в общем-то перейти именно как раз к этому вопросу о том, какие у нас темы этой идеологии, идеологии будущего. Забежал вперед, я хорошо, тогда еще один уточняющий вопрос и все, тогда уже точно переходим. Уточнение. Насколько возможно изменение чего-либо в современном мире без участия верхов, то есть, когда люди, осмыслив что-либо, возьмут и изменят так, как это необходимо людям, природе, обществу, державам, всему миру и так далее. Или это тоже дальше будем рассматривать? Это самое изменение, вот, опять-таки, немного сописали вперед, но без прочтения, смуты в Москве, это не будет понятно. Понятно. Вот это самое изменение с них, его можно проследить, не знаю, в России, в мире, доктрины. Вот именно, когда верхи и власть в Москве оказалась неспособна, как бы, отвечать за всю Россию, и выселение взяло власть в твои руки. А что из этого получилось, глухой читательной повести? Ну, и, в принципе, в истории человечества, в истории человечества на самом деле есть примеры удачного, скажем так, удачных революций, да, опять же, это великая, там, опять же, в Англии, да, славная революция, ну, это 1640, 1444 или какой-то, да, то есть, когда народ, угнетаемый, в общем-то, королем и людьми, которые были близки к нему, как бы, да, то есть, воссталые свои права каким-то образом, ну, если помните, возникновение ислама, да, на Аравийском полуострове, в общем-то, на самом деле, носило и именно еще помимо религиозного, собственно, аспекта, еще и вот этот аспект, и в экономический, и в политический аспект, потому что Аравийский полуостров был, по сути, ареной для политических игр между Византийской империей и Персидской империей, вот, и, по сути, племена, которые населяли территорию, они выступали, скажем так, в роли агентов тех или других, которыми, в общем-то, сказать, манипулировали, там, как хотели, вот, все это очень неудачно закончилось, как для Византийской, так и для Персидской империи, то есть, сначала для Персидской, а для Византийской, там, уже в 1453 году, окончательно, да, после взятия Стамбула, вот, ну, я не знаю, вспомним, я не знаю, там, революцию во Франции, вспомним нашу революцию, даже, в 17-м году, при всей неоднозначности ее оценки, но вопрос здесь в чем? В том, что обычные люди, они зачастую мыслят обыденными категориями, у них нет экономических проектов, они не умеют, они не мыслят далеко, они не мыслят широко, они мыслят, они просто понимают, что мы хотим жить лучше, мы хотим, чтобы у меня вот была зарплата не такая, вот такая, а у него вот такая зарплата, он вот этот, этот самый, там, кулак там в деревне, он вот столько, вот гребет, а я вот работаю, горбачить, получаю столько, или там, он вот, хозяин там завода, получает вот столько там, а мы там, в скотских же условиях живем, мы получаем копейки, там и дети работают, и жены работают, как это было, вот в том числе, там, в том числе, в начале 20-го века, в Российской империи, и так далее, вот, или крестьянский вопрос, нерешенность, прежде всего, крестьянского, земельного вопроса, которое стало причиной, революции 17-го года, вот, это были те причины, которые толкнули простых людей на, на то, чтобы они взяли оружие, и пошли против элиты, но, к сожалению, они столкнулись с другими, со своими соотечественниками, и, ну, это привело к очень серьезному, кровавому конфликту, которые мы имеем, понятно, ну, что ж, вступительная часть, я думаю, закончена, разогрев у нас произошел, много вопросов уже поступило, хочу даже, не хочу даже представлять, сколько может поступить, уже по ходу разборки темы, ну, что ж, не будем ничего предугадывать, я не фантаст, начинаем разбирать основную тему, и так, идеология будущего, взгляд писателя-фантаста, ну, вот мы, скажем так, затравкой для этой темы было следующий тезис, значит, зачастую, значит, ну, если мы вспомним, там, вселенную Стартрек, Вавилон 5, у Стругацких это есть, ну, у Тармашева, современного фантаста, да, то есть зачастую, вот, человечество будущего признается нам, то есть, по нам демонстрируется, как некое, вот, единое сообщество, с единой культурой, порой даже с единым языком, вот, вот, а как образовалось это сообщество, да, то есть, это мы опять же возвращаемся к тому, о чем мы остановились, вот те принципы, да, устойчивого развития, как их реализовать, на основе каких идеологий, в частности, вот, то, это отвечая на ваш же вопрос предыдущий, какие идеи, какие идеологии могут мотивировать людей на то, чтобы они, вот, начали сами что-то вкладывать, прилагать какие-то усилия для того, чтобы эти принципы в мире значит, реализовались, вот, и, наверное, главное, и не зря проект был назван доктрина, он не зря был назван доктрина, потому что именно вопросом идеологии, вопросом идеи, здесь уделяется основное внимание, и будет уделяться основное внимание, потому что, как говорится, джентльмены спорят об идее, да, простолюди, да, они спорят, обсуждают, татан, людей, да, вот, здесь именно, значит, касается вопроса идей, их интерпретации, как людьми, так и не людьми, то есть, инопланетными формами жизни, разумными, которые взаимодействуют с людьми, имеют на Земле определенные интересы, в том числе и политические, экономические интересы, и находятся здесь достаточно длительное время, и которые имеют свой взгляд на историю человечества, и на цели человечества, и которые, в общем-то, имеют возможность делиться, которые имеют своих сторонников с числа людей, вот, то есть, мы все-таки хотели поговорить о тех идеологических, да, таких неких концепциях, которые, они являются, как бы, ведущими в мире доктриной, которые, в принципе, на мой взгляд, с учетом тех факторов, да, которые есть сейчас, могли бы сыграть вот эту роль, ну, прогрессивную, если так можно выразиться, в интеграции, в развитии человечества, и в его, так скажем, восхождении на новый уровень единства, вот. Ну, опять же, отмечу, что мы не хотим рисовать этот процесс интеграции как утопию, как дружбу, там, всех со всеми, и, так сказать, братство, и единство, нет, это путь конфликтный, не всегда однозначный, не всегда, там, исключительно прогрессивный, то есть, он включает в себя и какие-то шаги, не только вперед, но и назад, вот. Это, в общем-то, главный, основной тезис, да, но что является на основе, в общем, для этих идеологий? Ну, конечно, является, прежде всего, национально-культурный базис, вот, национально-культурный базис, потому что это базовые понятия, национальная культура и религиозная, ну, в том числе, включая религию, да, она является базисным фактором в истории человечества и, к сожалению, никуда, ну, или к сожалению, или к счастью, да, для кого-то, так сказать, никуда не уйти, по крайней мере. Вот, я лично считаю, что, как бы, это положительный, в общем-то, фактор, это свойственный человечеству фактор, вот, кто-то считает наоборот, но, это так, вот. И, вот, этот национально-культурный базис является основой, и будет являться, ну, вот, не то, что будет являться, а в мире доктрины, является основой для идеологии, идеологии, да, будущего. множество, я бы сказал, диалоги, да, потому что система, глобалистическая, которая пыталась превратить человечеству в невнятное серое месиво, она сейчас рухнула, и, как бы, ответ на крушение экосистемы начал идти обратный процесс, то есть начали выразиться национальные культуры, именно со свойственными спецификами и всем прочим. В частности, в мире доктрины очень ярко себя проявляют, ну, например, традиционные культуры дохристианские в Европе, то есть Германия, Франция, там, скорее, наверное, Северная Европа, в том числе и Северная Европа, Кандидарии только, и проявляются эти культуры в России. Давайте я тогда перечислю, да, те, грубо говоря, идеологические направления, да, которые являются ключевыми в мире доктрины. Вот, это ислам в определенной его интерпретации, да, который является идеологической базой для исламской организации международного сотрудничества, МИТАТ, да, вот, сотрудником который является главный герой, сотрудником так называемого специального аппарата является главный герой. Вот, я подчеркиваю, что это ислам в определенной интерпретации, потому что интерпретации, как и правового, ну, тех норм исламской этики, которые имеют правовой характер, так и неправовый характер, их существует достаточно много, и сторонники различных позиций, они зачастую относятся друг к другу враждебно, иногда крайне враждебно, и мы это можем видеть в данном, в нынешней истории, но вот организация именно, но опять же я скажу так, что уже в нынешнем, если говорить об исламе, в нынешнем исламе уже заложены очень серьезные предпосылки для объединения, более того, были приняты международные документы, которые, в которых установлены идеологические, методологические, именно теологические и методологические основания для такого религиозного единства, вот, это прежде всего Оманская декларация, те, кто интересуется, они знают от 2001 года, если не ошибаюсь, она была подписана как представителями четырех крупнейших суннистских школ, ну, я их не буду перечислять, потому что, чтобы не углубляться сильно, представителями шиитских, прежде всего, крупнейшего шиитского масхаба, это имамидский так называемый масхаб, это вот в Иране, да, в Ираке, который там 90, наверное, 80-90 процентов шиитов, которому принадлежат, это заедитский масхаб, так называемый, в Йемене, да, который вот тоже относится к шиизму, и бадистский, так называемый, масхаб, это отдельная школа исламской этики и права, она преобладает в Омане, вот, то есть, по сути, большинство исламских ученых, в том числе, кстати говоря, и саудитов, да, они под этими принципами единства, они подписались, то есть, идеологические и теологические препятствия к единению, они, в принципе, достаточно давно устранены, и современные проблемы исламского мира, они, прежде всего, связаны с политическими, экономическими интересами, да, и с историческим, с историческим, национально, этноконфессиональным разделением, вот, значит, дальше перечислю, и, конечно же, важнейший является неотрадиционализм, так называемый, это, прежде всего, как уже отметил Саша, значит, это, в том числе, неоиндуизм, вот, который, в принципе, уже в то время будет лишен, скорее всего, кастовых предрассудков, предрассудков национальных, и такие школы в индуизме уже есть, мощные школы, очень, Санатан, Дхарма, если я не ошибаюсь, еще другие есть, которые в Европе, как бы, имеют своих последователей, как именно из коренных индусов, так и из числа европейцев, это и неошактизм, да, неокришнаизм, ну, кришнаизм вообще является крупнейшей составляющей, крупнейшей частью индуизма, да, не тот кришнаизм Прабхупада, я имею в виду, а традиционный кришнаизм, хотя тот тоже, как бы, имеет право на существование, вот, ну, вот, дальше это культы дохристианской Европы, в Германии, как уже Саша сказал, именно вот с ними как раз связано появление вот этой символики, которые вы видели, да, то есть этой символикой, в принципе, она свойственна для многих народов индоарийской, ну, индоарийской культуры, которые имеют к ним какое-то, или даже имели к ней какое-то отношение, как в иранской культуре, так и в индийской, особенно в индийской, даже в культуре монголоидных некоторых народов, да, которые восприняли буддизм как религию монголы, например. Монголы могу еще сказать о народах севера, как в книге, еще как говори, коленных маучих, тоже распространены хвостички и символы. Вот, эта символика, она как бы, ну, она весьма распространена, и поэтому ее трактовок очень много, и привязывать ее, ну, если говорить о России, да, и ассоциировать ее с с режимом правления Адольфа Гитлера и национал-социалистической рабочей партии Германии, ну, не всегда правильно. Вот, это традиционные культы народов и в принципе Южной Америки, вот. Прежде всего Юр, потому что Северной Америки коллеговые селения практически выбили и вкребили. Да, вот, то есть это культура крупных племен, неокультура, я бы даже сказал, реконструированная, возрожденная культура там ацтеков, майя, пиньков, да, вот, то есть это крупные культурные сообщества, которые, как бы, они все объединяются в понятии неотрадиционализм, потому что они, как бы, в отличие от современного мира, они между собой как бы находят общий язык, и вот идеология такая, что у каждого народа, у каждого народа есть свои боги, своя культура, и вот они им и, как бы, поклоняются, то есть они, с одной стороны, отрицают, как бы, такой идеологический глобализм, с другой стороны, они являются этим, они являются все-таки явлением достаточно новым, потому что я бы так сказал, что они объединены на почве посчитания родных богов и предков, вот, потому что мотив богов и предков, он является ключевым для многих именно традиционных культур, вот, в ореоле не у традициональных, если говорить о России, в мире, Гокрины, вращаются беловодья, чархи, клавины, некоторые клавы хаюровольных дорогов в Сибири, вот, то есть скажем так, его как не украдить самолеку как тишение, он пытается расхолидировать, находить некие общие кочки соприкосновения, для кого, чтобы иметь возможность влиять на кочки происходят в мире и как-то расхолидировать самообщих качалок, скажем так, потому что не так в мире Гокрины, это одна из ключевых организаций, вот, и многие даже в самой международной организации пытаются сделать какой-то иной век развития, противопоставить что-либо, дать альтернативу, ведь, как известно, если у нас все в мире только одного цвета будет, то мы не сможем ограничить благое от кухарского добра от зла, скажем так, вот, и поэтому мир Гокрины, он на свете. Так же... Давай я дальше продолжу, значит, ну, третьим таким течением, в принципе, является христианский гуманизм, причем, я думаю, что он гораздо более глобален, чем сегодня, потому что христиане и мира доктрины, они испытали очень серьезное давление, как в Европе, прежде всего в Европе, вот, на них возложили ответственность за неконтролируемый приток мигрантов, вот, в том числе за неконтролируемую миграцию, то есть эти, это, последователи этой идеологии во многом обвиняли в слабости, в мягкости, в чрезмерной, вот, но, как бы, она существует и среди, как бы, европейских интеллектуалов, и простых, как бы, людей в Европе, и в Америке, в Северной, то, что от нее осталось, и в Южной Америке, и в Африке, в общем-то, да, она, как бы, существует, имеет, ну, имеет свое право на существование, ну, следующее, это, конечно же, наш любимый, в кавычках, конечно же, это неолиберализм, да, неолиберализм, причем, с открыто выраженным направленностью, то есть, это неолиберализм, не сегодняшний, который прикрывается, или пытается там, прикрыться фиговым леском христианских ценностей в Америке, да, это именно социальный дарвинизм в его открытом, наиболее явном виде, то есть, который провозглашает культ силы, причем силы, не в физическом смысле, конечно же, а это культ власти, культ денег, это, прежде всего, Тихоокеанский блок, вот Австралийская республика, это наследники вот того нового мирового порядка, это вот то, что от них, скажем так, осталось, это вот, то есть, там, где корпоративный кодекс подменяет для человека Библию, Коран, и там все остальное, то есть, для него там, его босс это Бог в корпорации, да, то есть, его слово это закон Божий, да, вот, так что, где люди с малолетнего учатся подчиняться и смотреть вот на вершину вот этой пирамиды, вот, снизу, то есть, вверх, и мечтать там о том, что он когда-то перешагнет на какую-то, может быть, перешагнет на какую-то ее там ступеньку, да, вот, и как ответом вот в этом, в общем-то, атеистическом обществе, да, как ответом на эту жесткую, и я бы даже сказал, не побоялся такого слова, людоедскую идеологию, является, в общем-то, единственным, наверное, приемлемым для людей, которые, ну, воспитаны в атеистической культуре по большей мере, это идея коммунизма и социализма, вот, вот, то есть, это идеи, которые они противопоставляют вот этому людоедскому порядку транснациональных корпораций, которые стремятся, так сказать, эксплуатировать все, что у этих людей есть, включая их органы, ткани, их сознание, их потомство, их репродуктивный ресурс, вот, то есть, вот этот коммунизм, это как вот идеи социализма, идеи равенства, их скорее азиатской интерпретации, в интерпретации в маоисской и северокорейской, скажем так, где-то, я бы даже сказал, интерпретацией, то есть, китайско-корейской интерпретации, в таком некой смеси, смеси, вот, То есть идея коммунизма. Но вот это, пожалуй, мы обозначили такие главные идеологические направления, которые у нас вот мы... Которые получили наибольшее развитие в мире. Да. Скажем так. Да. Ну, может быть, были какие-то вопросы, уточнения? Вопросы уже есть. Мы можем к вопросам переходить. Просто если тема раскрыта, тогда мы переходим к вопросам. Если еще не раскрыта, тогда давайте дальше. Нет, в общем, тема раскрыта. Мы готовы выслушать вопросы. И, наверное, потому что мы уже и так говорим почти час. Наверное, людям уже хочется услышать ответы. Хорошо. Напоминаю всем нашим радиослушателям, что вопросы в эфир вы можете задать в чате Народного славянского радио. Для этого необходимо вам в любом поисковике набрать Народное славянское радио. После этого вы окажетесь на сайте slavomir.org. Пока еще такой адрес, ничего не менялось. И далее найти слово «чат». Когда вы нашли слово «чат», нажимаете. В вас появляется форма входа или регистрации. Выбираете. Если вы еще не зарегистрированы, придумываете себе логин, пароль, нажимаете на регистрацию, указываете простой e-mail, и вы уже становитесь полноценным пользователем чата. Общаетесь с друзьями, задаете вопросы в живой эфир. Если же вы уже зарегистрированы, то логин, пароль вводите. Ну и все. И как всегда. Один раз это делается. В том чате, как сейчас это есть. Пока еще сайт новый не запущен. Поэтому ничего придумывать пока не надо. Итак, первый вопрос поступил от Эдгар. Вопрос эфир. Что именно понимается под нынешней идеологией? Насколько я понимаю, она отсутствует сейчас в нашем государстве. Потому, следующий вопрос. Что трансформировать и во что? Ну, на самом деле, отсутствие идеологии. Мы сейчас не говорили о России непосредственно. Мы говорили о той идеологии, которая, скажем так, ну не могу сказать навязывается, а можно, в принципе, и сказать навязывается, финансово-промышленными элитами и подконтрольными медиа, которые в киноискусстве, в печати, гламурные глянцевые журналы. И так далее, и так далее. То есть, те концепции идеологии. То есть, это культа денег, культ власти. Это культ создания у человека иллюзий, что он может все, что только ему нужно, вот станет он богатым, станет он это, и он как бы себе хозяин-барин. Он, никакие там ограничения моральные и нравственные ему, в общем-то, не нужны у него там. Ну, вот если вспомнить там Сартера, его модель, что человек, он может все и отвечает за все. Но у Сартера это немножко было в другой интерпретации. А здесь это повернуто вот таким образом, каким я сказал. Поэтому отсутствие государственной идеологии в России, на самом деле, по большей части, это тоже, на самом деле, наличие определенной идеологии. Хотя Владимир Владимирович говорил, что у нас идеология является патриотизм. Вот, я не до конца понял, что это значит. Вот. К сожалению, я вынужден констатировать, что у нас концепции идеологической нет, ее пытаются создать на основе, там, идей Гумилева, а в Евразийских, на основе, я не знаю, идей Зиновьева, там, философа позднесоветского, диссидента, да. То есть, есть очень серьезные дискуссионные площадки, в том числе при, там, реагентстве России сегодня, где эти вопросы обсуждаются. Но вынужден констатировать, да, что пока, к сожалению, у нас этой идеологии нет, а коли ее нет, мы относимся так или иначе, в том или ином ключе, в том или ином процентном соотношении, мы, как бы, значительная часть нашего населения, она вот обращена в сторону вот этих идеологиям, которые западные. Какое кино мы смотрим в большинстве своем, чего производство мы смотрим в кинотеатрах? Вы ответите себе сами на этот вопрос. И кто нам делает компьютерные игры, да, там, да, кто задает алгоритмы работы наших СМИ, на кого ориентируются наши СМИ, да. Ну, эти вопросы, мне кажется, очевидными, поэтому, в принципе, здесь все понятно. Поэтому, что у нас сейчас, это вот это, то, о чем я сказал. А на что менять? Ну, это вопрос, наверное, мне нужно будет, не знаю, сколько часов потратить, чтобы анализировать конкретные альтернативы, конкретные. Да, мы все-таки говорим сейчас о мире доктрины, о фантастике. Если мы переходим на реальность, здесь все гораздо сложнее, и здесь все гораздо, здесь гораздо больше, ну, больше альтернатив, и это все нужно серьезнее, гораздо более серьезно обсуждать. Ну, я думаю, что любая фантастика все-таки так или иначе отражает реальную действительность, поэтому вопросы все равно будут связаны с действительностью. Ну, да. Так или иначе. Ну, по крайней мере, на ответ, во что трансформировать идеологию, он в смуте в Москве немножечко, да, скажем так, более освещен будет в других произведениях. Ну, я вам могу сказать так, вот говорите, во что, да, вот мы просто назвали те ценности, да, которые государство, по нашему мнению, должно продвигать в обществе под тем и в той или иной интерпретации, мы уже говорили, да, чтобы вот прийти к этому устойчивому развитию. Если мы к нему не придем, мы перестанем, с большой вероятностью, перестанем существовать как разумная форма жизни. Вот. Вот вопрос. Здесь не стоит вопрос в том, что нам будет жить хуже или лучше, мы там, у нас доллар будет по 60, по 90, или по 30, или по 120. Вот. Здесь стоит вопрос гораздо более радикально. Вот. Просто вопрос, сколько у нас есть времени, ну, я не знаю. Но вот, как бы, идеология, вот она, она, в общем-то, изложена. Это безопасность, это сохранение окружающей среды, это создание справедливой мировой экономики, которая не сосредотачивает всю власть в руках финансовой, этой федеральной резервной службы или трехсторонней комиссии Соединенных Штатов Америки и там Международного валютного фонда, а немножко на других, более паритетных, и более разных началах. Вот. И это укрепление и развитие образования, улучшение его качества и его доступности. Вот, пожалуй, эти тезисы я повторил, наверное. Мне кажется, что это основные моменты. Хорошо. Хотя, насколько я помню, 31 декабря 2016 года, прямо перед самым Новым годом, один то ли указ, то ли что-то Путин выпустил. Там довольно обширно было все, но на некоторых листах встречалось такое упоминание о духовности, о развитии внутреннего мира человека. То есть, как-то там уже немножечко от бизнеса в сторонку этот документ отходил. Там уже указывалось, что наше будущее все-таки в духовности. Это вот я заметил, и не только я, мои знакомые и друзья указали на это, что впервые за долгое время слова «духовность». Слово «духовность» было там произнесено, но и другие тоже слова связаны с этим. Итак, в первый момент могу дополнить слово «духовность». Слово «справедливость» «справедливость» включается в конституции РФ всего один раз. Руководство изначально «справедливость», память и предков и все прочее. Так вот, мною как бы была напихнет целая работа, еще в принципе какого понятия «справедливость», как принцип «справедливости» в российском регионатуре нет. То есть у нас как получается, что о принципах человеческого обширы, человеческого бытия в таком, как говорит, не предиках. Но в итоге как бы мы получаем каких-то бездуховных серых лиц, для которых основной грехащей силой в мире являются деньги. То есть мне кажется, что ключ к именно развитию в человеке духовности, каких-то высоких моральных качеств и принципов, это саморазвитие, саморазвитие. Вот. И система не способна человеку привлажить ничего толкового в этом плане. Человек должен, как бы сказать, путей не полагаться на других, в данном случае на систему оборкования и всего прочего. Вот. Хорошо, следующий вопрос от Владимира Измытич. Вчера в чате радио кратко обсуждали тему сериалов. Я не согласен с тем, что сериалы несут вред. С моей точки зрения бывают сериалы программирующие, моделирующие и прочее. Если рассматривать моделирующие фантастические сериалы, я считаю, что самое заслужащее внимание это германо-канадский сериал 1997 года выпуска под названием «Лекс». На протяжении 61 серии в нем смоделированы различные тупиковые идеологические ситуации в разных обществах, возникающие в процессе путешествия героев сериалов по вселенной. Местами, конечно, несколько наивно смоделированы. Тому, кто посмотрел сериал, на много лет хватит проработанных авторами социальных моделей. Вы смотрели этот сериал? Еще вопрос. Умные сериалы вообще бывают или все сериалы для, в кавычках, дна общества? К сожалению, я, например, такого полицейского данного сериала не смотрел. Мне его рекомендовали, но у меня как и не появилась возможность не божакомиться. Ты смотрел, Коль? Да, я смотрел этот сериал. Он, скажем так, по-моему, он балансирует на грани серьезности и такого черного юмора, потому что там, если даже в начале смотришь, где описывается вот эта диктатура на Земле, это гигантский червь, который потом планета начинает уничтожать и который погибает совершенно странной достаточно смертью, погибает. То есть, он такой полу-юмористический в принципе, но, как говорится, в любой шутке есть доля шутки, что называется. На самом деле там есть достаточно глубокие мотивы, я соглашусь с нашим слушателем, к таким сериалам, которые действительно очень серьезную смысловую нагрузку и, прежде всего, фантастическим сериалам, я бы отнес «Вавилон 5». Я думаю, что многие его смотрели. Многие смотрели какие-то сезоны отдельно, кто-то смотрел полностью, потому что сериал, по-моему, сколько сезонов, то ли 9 сезонов. 9, по-моему. Да. Плюс там еще были дополнения, полнометражные фильмы, было снято, по-моему, 2 или 3, точно не вспомню, но это сериал. Далее, второй, это «Стартрек», да, «Звездный путь». Это тоже очень серьезная, на самом деле, картина, которой поднимаются определенные вопросы и концептуально продуманная, я бы сказал. Главным образом, мне приходят два эти сериала. Главным образом приходят... А, ну, был еще сериал «Эхо-взвод», если вспомнить. Его показывали как детский сериал, мультсериал, если кто помнит, 90-е годы показывали по телевизору. Но на самом деле там поднимаются отнюдь не детские проблемы, хотя он такой, как бы, в роли такого космического боевика сделал, но там зачастую как бы, очень серьезная драматическая проблематика поднимается. Весьма и весьма интересная не только подросткам, но и, в принципе, взрослым людям. Вот. Ну, вот так. Я не знаю, ну, по поводу сериала «Призрак в доспехах» я его не смотрел, я смотрел только полнометражки «Маморо-Ойси», который был, который был, собственно, режиссировал непосредственно там две части, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, в принципе, это сериалом не назовешь, да, но это тоже там вот аниме, да, очень, ну, очень серьезного уровня, очень серьезно как бы проблематика там поднимается, и, в частности, в вопросу взаимодействия человека и машины, и человеческого сознания, искусственного интеллекта и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, вот так, наверное, из сериалов, наверное, я больше, ну, не вспомню. Вот. Может быть, что-то еще придет на ум, но я сейчас просто не вспомню. Ответ понятен. Я просто хочу, Владимир Азамутич, от себя ответить. Если мы берем вообще понятие сериал, то вообще ничего плохого, ничего хорошего в этом нет. Сериал на сериал. Если же мы рассматриваем общее количество сериалов и выбираем из этого общего количества сериалов, которые каждый день по несколько сериалов идут по всем телевизионным каналам, за исключением, может быть, новостных, хотя новость – это самый главный сериал, бесконечный, то в этом случае названные три, ну, два или пять сериалов за все время – это такая ничтожная капля, которая, на мой взгляд, практически ни на что не влияет в нашем обществе, потому что дети, бабушки, домохозяйки и просто уставшие от работы люди, пришедшие домой, смотрящие сериалы в перемешку с ток-шоу, они ничего хорошего не получают для себя. Они получают разбавление мозговой деятельности в самую худшую сторону, в сторону ухода от действительности, в ходу или Ахов, Охов, какой-нибудь там осисяй, лямур, тужур, бонжур, и все, на этом все заканчивается. Или какая-то там бесконечная сестопляска с погонями типа ментов или чего-нибудь еще аналогичного, где толком для человека ничего хорошего не происходит, создается ощущение какой-то сказочности, не более того. поэтому я не согласен, что сериалы полезные. Если бы сериалов было, скажем так, какое-то большое количество полезных, ну хотя бы так не пять, а двадцать пять можно было бы вспомнить, но тогда еще можно было бы о чем-то говорить. Да, есть проходящие, а есть вот такие хорошие, но пока мы видим, что приходит два, ну то три, и то иностранного производства. Ну, прошу прощения, я просто, мы говорили именно о научно-фантастических сериалов, я просто не стал намеренно употреблять, не употреблять, прошу прощения, а упоминать наши сериалы, да, именно, которые касаются, если мы вспомним, например, досье детектива Дубровского, или, например, бандитский Петербург, в принципе, да, то там-то проблематика, ну, тоже весьма и весьма, и надо сказать, что сами эти фильмы, для меня, по крайней мере, я, ну, они достаточно тяжелые, потому что там, в общем-то, показывается, то та реальность, в которой, как бы, мы вот провели детство, эти бесконечные убийства каждодневные, да, эти разборки, эти, постоянный дележ, там, да, и передележ, но там много, ну, там есть серьезная драматургия, в принципе, или, например, вот, ментовские, или, там, ментовские, там, как правильно, войны, да, вот этот сериал, там, в принципе, ну, конечно, там есть определенные киношные приемы, которые не соответствуют действительности, но, в принципе, там, особенно в первом сезоне, там много чего, действительно, интересного, можно найти, вот. Ну, вот, сказать, себя малость, тут, скорее, оно, переходи к завершивому федеральному телевидению, мы, с Николаем, я на протяжении многих лет, не смотрим телевизор, мы, когда за тем, что не посмотрели себе, мы просто выбираем, как, либо искупленные, блядь, медиатеки свои, либо смотрим онлайн, именно, чтобы искать целенаправленные вещи, которые говорят, с нашей точки зрения, не могут нам считать, как нас обогатить, вот. И мне кажется, что телевидение на текущий момент выполняет роль эхамбирования общества, то есть, что все хорошо, вот мы в их сериале «Биа любви» расслабим, а потом новостями, например, о Сирии или о Гамбасе немножечко возбудим в вас про «Гнев», на «Хоу пусть говорят», вы «Гнев» выпустите, а потом мы что-нибудь вам успокоительное поставим, вот в таком вот ключе все протекает, то есть, это как некое программирование, как эмбирование гаселения, то есть, и эта программа имеет отношение не к ханеру сериалов, а вот именно к секке телевизионного вещаде, то есть, это, скажем, как то, что преподносится к сериалу, не имея никакого отношения ни к киноискусству, ни к драматургии, ни к чего-либо еще светлого, это действительно так, проблема не в своем ханере, проблема в том, кто все это программирует и поставляет на голубые экраны, скажем так. Так, ответ у меня понятен, в данном случае я и соглашаюсь, не соглашаюсь, вот мне всегда было не совсем ясно, зачем показывать ту действительность, которую, в общем-то, многие люди и так знают, то есть, если в каком-то сериале улица разбитых фонарей, там, ментовские войны или бандитский Петербург, и так, в общем-то, все прекрасно знают о том, что происходит вокруг, зачем эту тему еще мусолить, ведь можно же людям рассказывать и показывать, как не допустить этого, как стать лучше, как саморазвиваться, как искать интересные темы, а у нас здесь показывают, ну, грубо говоря, поставили камеру в общественный туалет, и вот она там из каждого клозета выглядывает и внимательно рассматривает, что же там человек делает с собой, когда он туда присаживается, или в морге можно поставить камеру, но это же все существует, это все есть, но вот мне напоминают эти сериалы приблизительно вот такого плана развития, то есть, рассказывают нам всякую нечистотность, которая существует, о которой многие как минимум догадываются, а кто-то в этом уже и барахтывается, вместо того, чтобы рассказать, как отсюда выйти, как там менты защищают несчастных граждан, как они там бьются с бандитами, как бандиты ну и что, ну да, на экране защитили, да, на экране замочили, да, и все хорошо, замечательно, а в реальности, кроме того, что страху нагнали или создали какую-то видимость чего-либо, ничего же в жизни не произошло, люди от этого лучше не стали, люди протратили свою жизнь на просмотр этих сериалов несколько часов в день, ну а дальше-то жизнь людей куда ушла, так что вот я не согласен с Владимиром, что сериалы в данном случае в том количестве, в том качестве, как они есть, они хоть как-то да полезны. Ну ладно, это мое мнение личное, я не хочу его навязывать, идем дальше. Я, Гриша, вопрос в эфир, почему именно Китай и США, а не Китай-Россия, США-Россия, ведь Россия самая большая страна ископаемая страна и ископаемая и ископаемая не обделенная. Единственное, что в Китае, я слышал, есть редкоземельные металлы, используемые вроде для процессоров и электроники. Я уже, наверное, частично на этот вопрос ответил, почему Китай и США. Ну, во-первых, США появляются центром финансовой системы, вот этой финансовой пирамиды, которая изображена на банкноте в один доллар, символично, которая, в общем-то, иногда и ассоциирует, которого иногда изображают как символ такой метафорический нового мирового порядка. Прежде всего, это Уолл-Стрит, это биржа Уолл-Стрита, это Бильдерсбергская группа так называемая, это Федеральная резервная система, это трехсторонняя комиссия, в руках которой находится печатный станок долларовый. И европейские институты финансовые, будь то крупные банки Швейцарии, даже там, если брать кредит Сюиз, или я не знаю, забыл, ну, в общем, крупные европейские банки, даже если брать самые, скажем так, сильные, серьезные из них, они все равно находятся под влиянием, и они вкладывают деньги, держат свои деньги зачастую в Америке. вот, они очень сильно связаны, вы помните этот скандал с раскрытием швейцарскими банками данных, персональных данных клиентов, для, которое было сделано в интересах американских спецслужб, то есть, они долго сопротивлялись, но все равно они были вынуждены уступить, и, в общем-то, все было понятно, кто здесь, как говорится, извиняюсь, кто здесь папа, кто здесь главный, Китай, это, как я уже говорил, это обратная сторона Соединенных Штатов, это, по сути, производственная база, куда выводится значительная часть производства из Америки, из Европы, и которая работает в интересах в каком-то смысле этого рынка, потому что мы не можем потреблять столько, сколько потребляет Европа и Америка, даже если мы у нас с китайскими товарищами хотели бы там более тесные связи наладить, мы, к сожалению, не можем. Более того, мы продаем свои полезные ископаемые туда, и по прогнозу, по доктрине, по сюжету доктрины мы, в общем-то, и будем это делать, и к началу века мы свои углеводороды в значительной мере, в подавляющем количестве мы выработаем. И мы здесь, конечно, будет, здесь просто углеводородный кризис здесь приведен как, ну, одна из основных, может быть, основная причина, но на самом деле причины еще и другие. Вот. Причина это то, что у Китая находились очень серьезные рычаги влияния на американскую экономику. у китайской элиты. Вот. Очень серьезное влияние на политический истеблишмент американский. В частности, на некоторые партии. То есть, грубо говоря, Китай на протяжении десятилетий вкладывал деньги в определенных политиков, определенных партий, определенные семьи в Америке, которые действовали потом в интересах уже китайской элиты. Поэтому Китай был гораздо при своем огромном промышленном потенциале, огромном, в принципе, очень серьезном экономическом, наверное, самая большая, самая крупная экономика, уже даже не американская, по большей части, а китайская к тому времени, по сюжету доктрины. он был смертельно опасным конкурентом для вот этой вот элиты американо-европейской. И она пошла, скажем так, на размен козырями, размен ферзями. То есть, для нее это было не что иное, как размен ферзями. То есть, Америка на Китай. Но это не значит, что она полностью уничтожалась. Она разменялась ферзями, но у нее оставались другие фигуры. Хорошо. Следующий вопрос от Владимира Измытища. Проецирую вашу теорию о заговоре производителей процессоров на писателей. Можно сказать, что вы уже написали мировой бестселлер, но прячете его под подушкой, публикуя его мелкими частями под названием «Доктрина. Смута в Москве». Так ли это? Я могу так сказать, что чтобы воплотить те идеи, которые были нами уже сформулированы в той или иной мере и воплотить их интересно, все-таки художественная книга это не технология. То есть, если бы у нас, например, лежала заготовленная рукопись следующей книги Смута, уже вычитанная, заготовленная, лежала бы там уже три года назад. И мы вот только сейчас опубликовали для коммерческого эффекта. И потом бы через какое-то время, подождав, пока продажи достигнут максимума, собрав, скажем так, все сливки, мы бы отправили бы в печать новую книгу, то тогда бы, наверное, гипотеза нашего уважаемого слушателя была бы справедливой. Но, к сожалению, для того, чтобы эти идеи превратились в текст, и текст интересно читаемый, для этого нужно колоссальный труд и опыт, который, например, я только нарабатываю, потому что у меня нет такого писательского опыта, как у Александра. Вот. Просто вот у нас есть некий идея, благодаря некоторые веки в развитии. Все эти веки, они их лоргают в весьма плотном тексте в наших технических объектах, дополнительных материалах, но, чтобы это все развернуть в конкретные произведения, в широкое, и чтобы это все интересны читателям, то необходимо постараться. Ведь мы все-таки мы не берем на себя роль неких пророков-вещателей, то есть для того, чтобы нас слушали, в данном случае читали наши книги, наши книги должно быть интересны читать. И скажем, как в свободном господстве в тех субботу в Бархове находится с апреля сего года. Нет, он находится с августа. С августа. Только 4 месяца. Ну, сколько, не 4, я считал, август, сентябрь. В августе мы только ликели. Нет, на самом сдате я раньше выкладывал. В июле. В конце июля. Ну, пусть будет как в конце июля. Мы начали это все выкладывать в свободный господство. И мы получили некие отзывы у читателей. В частности многих напрягло количество словок в книге примечаний. И уже исходя из этого, обратно в ответ отдачный читатель. В данном случае «Затрина» это проект не для всех. Это такой проект, как вам нужно читать, но когда человек работает маслями нужно уметь анализировать. И тот, кто просчет докторину именно снуку Моркови наскока за один-два вечера, он просто еще его не поймет. То есть у него все перебирается в голове и вина глухости. И это я бы сказал книги докторины вот именно этого проекта. Книги для тех, кто умеет и хочет думать. Поэтому легкий путь крины ее предвещения не будет, как я полагаю. наверно я с Сашей соглашусь, потому что действительно как бы я не хотел сделать текст более читабельным или более легко читаемым, скажем так, у меня я достиг определенного предела, на который я перейти не могу, чтобы не пожертвовать содержательным содержанием. но тем не менее, получая критические замечания и рецензии от наших читателей, я стараюсь составлять свою типологию ошибок, каких-то своих недочетов, того, чего я возможно не учел при написании. И чтобы вот, кстати, к вопросу к ответу на предыдущий вопрос также, чтобы следующее произведение не было повторением предыдущего с другими героями и с другим сюжетом, чтобы оно было более ярким, более четко изложенным, чтобы в нем была более четко поставлена проблематика и более четко изложен ответ на нее, четко, логично и в то же время удобоваримо для читателя, чтобы не загружать его чрезмерно какой-то информацией, которая к основному сюжету возможно и не имеет отношения. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфир от Антона. Крепкого здравия. Нахожусь в процессе прочтения книг Сергея Сергеевича Тормашева серии древней. Что скажете о таком развитии событий? Благодарю. Ну, скажем так, я Николай тоже книги Сергея Шикали. С Сергеем мы находимся в хороших механиях, то есть яхто руках, чем, допустим, отличается гатрина от миров Сергея. Сергей, он все-таки и по жизни, и как пихатель, он человек оптимистичный. Вот. И он дает нам некий какой-то мистичный сценарий, человечество все-таки не смотря ни на что хрканик утих может там развиваться как или иначе. Вот. А мы даем, ну, не только как бы пессимистичный сценарий, мы его даем скорее более реалистичный, скажем так. Потому что вот чаще всего писатели фонтарты разные. Вот. Классиков, современников дают нам некую утопию. а то каким образом мы к этой утопии пришли и вообще каким путем могли ли мы к ней прийти, оказывается берег века. И мы вот с холей поняли, что имея биологический материал на его современном состоянии, то есть современное человечество с его пороками, с его добродетелями, мы не сможем создать некое идеальное общество, которое было бы непогрессима, которое было бы идеально во всем. Потому что, ну, я скажу так, просто скажу свое субъективное мнение, я читал книги Сергея Сергеевича, и я скажу так, что древний это не очень любимый мною цикл по субъективным причинам, не буду сейчас называть по каким, но я считаю, что у него есть очень достойные книги, которые, я бы отметил цикл книг «Ареал», и, конечно же, «Наследие». Конечно же, «Наследие». Вот я считаю, что особенно «Наследие» это должны прочитать все. Это очень серьезная книга с серьезным научным материалом, который там изложен. К сожалению, один из ученых, который материал отдавал, он уже умер, насколько я знаю. Алексей Сергеевич Барагов нас покинул. Да, вот, но это очень серьезная книга с очень серьезной проблематикой касаемо геномодифицированных организмов и их использования, и я думаю, что это каждому стоит почитать, и, по крайней мере, задуматься над этой проблематикой. Ответ ясен. Идем дальше. Вопрос от Владимира. Начнут ли вылезать технологии, если 14 числа повысит ставку ФРС банки странам перестанут давать? С 1 января в России вступает закон об упрощенном изъятии частной собственности людям в будущем дорога на даче, а после того, как их отберут, пойдут в леса, и как нам выживать надо будет. Глобалисты хоть и ослабевают, но нас выдавить постараются все же. Вот такой вопрос от Владимира. Это скорее, наверное, комментарий его, да, ну, что я могу сказать, глобалисты, он, кто, ну, кто, кто такие глобалисты, понимаете, тут вопрос такой, я уже говорил, что даже эти люди, которых там, их не стоит считать абсолютным злом, они также ищут альтернативные сценарии, просто вопрос к тому, чтобы мы, кто-то их мог артикулировать и показать их эффективность, а для того, чтобы показать их эффективность, нужно мобилизовать большое количество людей на определенной идеологии. почему, например, исламская экономика начала функционировать. Американцы смеялись над этим, когда первые исламские банки, они смеялись, они говорили, что это вы, вот это придурь саудовских шейхов, которые там вот увидели нефтедоллары в первый раз в жизни, которые там с верблюдов слезли. Сколько смеху было там в 70-х годах, а в итоге-то оказалось, что эта модель работает, причем работает неплохо. как бы и при том, что она работает при жесточайшем сопротивлении на самом деле традиционной банковской системы. Все равно работает, понимаете. Люди там используют для расчетов наличные деньги, так называем вот это хавала, хавала вот эта система безналичных, то есть этих переводов с использованием наличности. поэтому как бы сложно говорить, кто такие глобалисты. То есть мы должны создать какую-то, дать какую-то идею людям, которая подвигнет их жить по-другому. Понимаете? То есть вот вы говорили о том, что человек приходит и... А почему он приходит и включает телевизор? Он ведь может его не включать. если ему хочется... Ему хочется, да, ну ладно, книгу тяжело, но он может, например, открыть интернет и посмотреть и выбрать тот фильм, который ему понравится. Он может не заливать свою голову, не сделать свою голову помойкой для телеканалов, которые пытаются заработать на рекламе, а смотреть то, что ему нравится. правильно? Ну, вот как вариант. Это тоже некая, ну, хотя бы минимальный уровень сознательности и, если угодно, сопротивления вот этой системе. Ну, видимо, система настолько уже приучила людей к тому, что надо быть послушным, не лазить куда не надо, вот тебе дают что-то и кушай, нежели чем залезать в интернет, еще чего-то искать, тратить на это время. Тут все проще, вот пульт, вот телевизор, кнопку нажал, он тебе показывает, кнопку выключил, он тебе не показывает. Не надо особо думать, употребляй, и все будет хорошо. Просто все развитие человечества в чем выражается на данный момент и при том, в 2000 лет нахачка, 90% населения, оно хрит хвачку, оно покребляет, а 10% населения работает. Скажем, говорит, девочка, хасигательная, еще да благое, то есть тут ведь еще работает инстинкт толпы некий, что все думают, что это тебя будет брать на себя отверх, если будет лихать как другой, голосовать, проголосует ходить как другой, а дикой, и все прочее. Я вот всегда людям говорил, почему они не голосуют на последних выборах, хотя мне, например, человек распинался демонстрировав свои оппозиционные взгляды политические, и после этого я узнаю, что он не ходил на выборы, но знаете, что самый легкий путь, простой путь для облегчения мафинаций на выборах, это не проголосовать, потому что тогда за тебя проголосуют, и проголосуют не так, как ты бы хотел, скорее всего. Нарисуй, билетни, отметку для всем их вверхополитической партии. Поэтому самый лучший способ избежать махинаций, это прийти на выборы в день голосования и исполнить свой гражданский долг, но почему-то люди предпочитают идти в Ашан, люди предпочитают посмотреть телевизор, потому что это воскресенье, в воскресенье надо, значит, встать, надо куда-то пойти, даже рядом в школу. Понимаете, не знаю, если мы сознательные существа, но, наверное, все-таки, мне кажется, мы можем сделать такие вещи, понимаете, хотя бы. Я уж не говорю о том, чтобы участвовать в этих комиссиях наблюдательных, преизбирательных участках и так далее, хотя, в принципе, в этом-то ничего плохого нет, но это требует каких-то дополнительных заграждений. Требует усилий, требует именно физических и моральных усилий, бессонной мочи, подсчеты, контрольные присутствия, протоколы, но это же опять-таки есть гражданский долг. Человека, ведь человека, именно его потенциал, который позволяет ему хоть в лучших мире, и в лучших мирах, формирует деяния. И если человек выбирает путь не деяния, скажем так, он в лучших случае копчется на месте, ничего не ухудхая, ничего не ухудхая, а в худших делать мир хуже для себя, как этот мир, как и свои большие миры, скажем так, и для своих окружающих. То есть, нужно все действовать, нужно пытаться что-то сделать худшему, скажем так, и не стоит все все как бы свои проблемы валить на коллективозное влияние системы, скажем так. Ну вот, я вам назову пример, да, вот в Тагестане недавно произошло массовое отравление людей водой. Вы знаете, слышали, да, я думаю, что многие слышали? Да, да, показывали это как-то. Честно говоря, тоже не смотрю, но показывали по интернету, я это увидел. произошло оно в связи с чем? Там есть две гипотезы. Первая гипотеза, значит, она связана, кратко расскажу, что связана с тем, что, значит, деньги на ремонт, которые выделялись в течение долгих лет на ремонт водоснабжения, были просто украдены, причем там называются суммы, я не ошибаюсь, около 35 миллиардов рублей там, или даже что-то подобное. Вот, значит, и второе, это нарушение, грубейшие нарушения техники, да, значит, адиратизации той компании, которая вывозила мусор. То есть, они посыпали, вместо того, чтобы вывозить мусор, посыпали помойки крысиным ядом огромных количествах, потом пошли дожди, весь этот яд смыло, значит, соответственно, водоемы, и люди, значит, отравились. Но самое интересное, что произошло позже. На главную площадь Махачкалы вышло не больше ста человек. Петицию, которую в интернете была подмещена на Change.org, ее, я не знаю, ее подписало около 25 тысяч, но до порогов 35 тысяч, я не знаю, дошла ли она до сих пор. Хотя, петиция о спасении кошечки, собачки, там по 300 тысяч, по 100 подписываются спокойно. Хотя это деньги не только дагестанцев, это и наши с вами деньги, которые мы уплатили в качестве налогов в государственный бюджет. И я не думаю, что мы должны плевать на то, что кто-то где-то кладет их в карман. И еще, причем, так кладет, что из-за этого люди травятся. Но реакция общества, вот она, она налицо. Когда я обращался к людям с просьбой поддержать эту петицию, значит, люди, ну, они отвечали, что они этим заниматься не будут по тем или иным причинам. Хотя, вроде как, должны. Хотя, они там, вроде как, общественники, вроде как, ну, понимаете, я не буду сейчас называть персоналий, но вот это, вот, к сожалению, вот, это то, это иллюстрация того, о чем мы говорили. Понятно, понятно. Я согласен однозначно с тем, что свою жизненную позицию и гражданскую, так называемую, позицию необходимо проявлять, необходимо высказывать, иначе какой-то гражданин. Это однозначно. Другой разговор, что вот, когда мы говорили про выборы, мне кажется, махинации на любых выборах начинаются с того, начинаются с того, что бюллетени, они не именные и безномерные. Хороший, хороший, не заправленный момент. Да, то есть, это, ну, что надо сказать, вот, взяли вам бумажку, положили, вы поставили галочку, посмотрел человек, председатель, не понравилась ему галочка в этом месте, убирает он эту бюллетень, берет другую, она же такая же, без номера, вашего имени, фамилии там нет, ставит галочку в том месте, которое нужно, и все. Если бы мы брали, например, как у нас это происходило в древности, как это по нашим, по конам должно быть, то в этом случае вот такого варианта, такого безобразия не могло бы просто быть, потому что, так называемые анонимные выборы, это, в общем-то, не наш метод жизни, не наш метод управления и не наш метод назначения. А в данном случае, если мы во всем мире демократическом видим, что вот именно так все и происходит, то в этом случае первые самые махинации начинаются именно не с того, что люди не пришли на эти выборы, а именно с того, как устроены эти выборы. На мой взгляд, если бы я был устроителем выборов и хотел бы честности, я бы сказал, каждый бюллетень должен быть номерной, в него должны вписываться фамилии, имя, отчество, дубликат бюллетеня должен находиться у самого человека, который пришел на выборы голосовать, а второй дубликат должен направляться в некий банк независимый, который собирал бы эти дубликаты и, в общем-то, в случае каких-то проблем они поднимались бы в независимом банке и все становилось бы в свои места. А если бы и к банку возникли вопросы, то всегда можно позвонить человеку, спросить, уважаемый, а ты вот галочку за кого оставил? За Кузькина или за Пупкина? За Пупкина, отлично, а почему-то галочка за Кузькина. Давайте разбираться с теми, кто является председателем той избирательной комиссии, где это могло произойти. Вот тогда уже махинации исключались бы в этом направлении и народ, я думаю, наш народ, у которого в крови честные выборы заложены, он бы смотрел на выборы несколько по-другому и пришествие людей на выборные участки в разы бы увеличилось. Это мое субъективное личное мнение. Понятно. Если комментариев нет, идем дальше. Ну давайте. Да, да. Вопросы, а то мы сейчас в политику ходим. Да, вопросы от Олега Зыркутска. Здравия с ведущим. Идеология будущего это чипизация и маргинализация населения. Уже сейчас внедряются чипы прослушки слежения в телефоны у ТИГИ. Да, и в России с 1 января будет введена единый электронный паспорт, а далее, возможно, и в автомобильной системе Эроглонас. И многие граждане это поддерживают и не понимают сути происходящего. В данный момент времени есть распространенное мнение мнение в славянском мире, что все, что происходит в мире, это уроки. Нужно делать вывод и постараться просыпаться, что система только навязывает свою волю, но выбор за тобой. Но в истории человечества еще, по-моему, не было случая, чтобы паразиты добровольно ушли и строй сам собой без потрясений и революции ушел в небытие. Буду закручивать гайки до последнего вздоха. Свободы и воли человечества. Как думаете, Александр и Николай, ждут ли Россию и остальной мир потрясения, недовольства людей глобализмом, зомбированием и другим искусственным деструктивным процессом в ближайшее время, так как сама матушка-Земля уже проявляет недовольство, ураганы, наводнения и так далее. Сменяются эпохи, эра лисы сменяется эрой волка, меняются вселенские вибрации, тьма уходит, перейдет свет. Благодарю. Ну, что я хотел бы сказать по этой теме. Многие, конечно, наиболее радикальные круги именно родноверческих общих и их, как говорится, течений православных православных, в том числе исламских, говорят нам о неком каком противостоянии света и тьмы, что мы можем бросить выход в тьме, и сейчас их вызов дорождаются го вооруженного пресса, это неправильно. К сожалению, я на нашей политической арене не вижу русской народной партии, скажем, условно так, не вижу даже попыток создать на какой-то русской народной основе партию. то есть для тех, кто хочет с хорошим рукам выходить на улицу, я скажу, как ребята, вы попытаетесь вношать конституционным путем сделать что-то путевое. если вас могут насильств как-то привыкать к хотию с теми людьми, которые вы хоть не хотите, могут выбирать вот вон там мужей, которые вам противны, назначить о работе вы делаете, когда да, тогда выходите на улицу, хорошая бы все проще, а пока можно решить конституционным путем в ближней перспективе, старайтесь решить конституционным путем, вот. Я вот хотел просто сказать, просто вот второй уже слушатель, он термин глобализации употребляет исключительно в негативном аспекте, да, я бы посоветовал почитать книги доктора экономических наук Яковца и доктора философских наук Сухеля Фараха, которые работают по вопросам глобализации и диалога цивилизации уже долгое время и с конца 80-х, наверное, уже годов работают, это российские наши специалисты серьезные в этом вопросе, я бы сказал, мирового уровня, и они очень много писали о глобализации, понимаете, не глобализация сама по себе так страшна, а страшна несправедливая глобализация, которая предполагается средоточение всей власти политической, экономической в руках очень узкой элиты, которая в силу вот этой абсолютной власти, наличие у них в руках абсолютной власти, они начинают считать себя богами на земле, и ведь не зря же, по-моему, Макеавелли говорил, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, и не надо давать им в руки такую власть, поэтому именно вот такая глобализация, она опасна, и она страшна, а справедливая глобализация, которая на паритетных началах, с возможностью сохранения собственной культуры, собственного языка, собственной идентичности, она, в общем-то, является, наверное, закономерным шагом в развитии человечества, так же, как второй вопрос по поводу чипизации, электронизации, и так далее, и так далее, вот в мире доктрины это, в принципе, описано, это достаточно распространено широко, хотя есть люди, которые отрицают этого и не пользуются этими устройствами, но тут главный вопрос какой, кто администратор этой системы, кто обладает правами администратора и какими, то есть, грубо говоря, имеет там какое-то имплантированное устройство, если вы почитаете, какие права есть у оператора, какие права есть у администратора, кто является контролером, насколько он независим, то есть, например, там описано, что вот в МИТАДу, это и исламская организация международного сотрудничества, у них есть информационная система, вот это созвездие, так называемое, которое выполняет функцию, с одной стороны, функцию советника, да, высшего органа власти, а с другой стороны, она выполняет функцию контролера и независимого, скажем так, независимого ни от кого из людей, контролера всех этих вот процессов, связанных с использованием и связанной с учетом и пересылкой, хранением электронной документации, которая имеет особую важность, соблюдением прав администраторов, операторов и так далее. То есть, эта система, в свою очередь, она контролируется и людьми, и в том числе не только людьми, скажем так, да, но это тоже отдельный вопрос. Ну да. То есть, главное, вопрос такой, кто является, кто, какая иерархия управления этой системой? То есть, чтобы человек, когда, например, ему что-то имплантируют, или он, во-первых, четко понимал, зачем ему это нужно, почему он без этого не может жить, действительно ли он без этого не может жить и выполнять свои функции, или это просто очередной механизм контроля за ним. и кто получает эту информацию, где она хранится, как она используется. Это те люди, если мы берем мир доктрины, то люди, в общем-то, нормальные, образованные люди, коими являются большинство жителей крупных городов, они все очень четко знают и очень четко следят за этими правами, как информация о них используется, кому она передается и так далее, и так далее. То есть, эта культура, на достаточно высоком уровне, но просто в связи с уровнем технологического прогресса. Поэтому тут, опять же, нельзя однозначно, по-моему, негативно оценивать именно сторону технологического процесса, именно связанную с, я не знаю, внедрением спутникового и системы спутникового слежения. То же самое эра Глонас, она может кому-то и жизнь спасти, если человек попал в аварию, и потерял сознание, например, за рулем. Почему нет? Просто на текущем моменте своего развития человеческого не может обходиться без кремниево-электронических технологий, скажем так. и главное, чтобы эти технологии находились в правильных руках, потому что, например, я, мое объективное мнение, я в системе, допустим, единого паспорта, пусть газоэлектронного, не вещественного плохого. Сейчас мы имеем кучу разных бумажек, которые теряются, которые оформляются рахами, комокринами, которые сейчас с собой не связаны. Вот. И на данном этапе вот именно документы обороте, как минимум, мне кажется, это шеперация, вот именно как едином инвесторе карты, реклона, что-то подобное было бы полезно для именно упрощения жизни человека при расставлении ему определенных услуг медицинского характера, социального характера, скажем так. Но круглое дело, кому мы эту всю власть даем? И не хранение информации в электронном виде для фабрикации, для подделки данной информации, но это уже как бы та бига, на которую мы можем повлиять. Конечно, есть никакой путь, что уйти от всего в лес, подальше к кайгу, вот я к себе, уеду куда-нибудь в Куранду, в свои родные места. Их не будет кубедяка. Мне это не телевидение, не электричество. Но смогу ли я в данном состоянии, в данном положении принести пользу обществу, как-то повлиять на происходящее событие в стране, в мире? Я думаю, что нет. И попытка уйти от современных технологий, это некий пассивист в том понимании, если от них совсем уходить. Ограничивать или не ограничивать их влияние, это разумный выбор каждого человека. Мое мнение нет. Согласен с тем, что на этой Земле, в этой жизни, наверное, нет абсолютного чего-то плохого, абсолютно чего-то плохого или хорошего. То есть, плохое или хорошее, они достаточно условны, достаточно относительно чего-либо. И исходя из этого, наверное, надо понимать, что кто этим владеет, с какими целями этим владеет, то, в общем-то, из этого и получается, что-то хорошее или плохое. Наверное, нет ничего плохого в том, что есть, к примеру, вариант такой излучения какими-то частотами чего-либо откуда-то. То есть, например, какой-нибудь активный металл, который себя что-то излучает. Радиация та же самая. Но если его поставить в определенные условия, рядом с тем находиться, то можно облучиться. Если его поставить в реактор, он будет давать электроэнергию. Если его засунуть в атомную бомбу, то в этом случае она может бабахнуть. И так далее, тому подобное. Поэтому однозначно так вот говорить, что вот это все плохое, я бы, наверное, не осмелился. Но я думаю, что наши радиослушатели, те, которые второй раз уже упоминают глобализацию не с лучшей стороны, они, наверное, и имеют то в виду, что на сегодняшний момент так называемые глобализаторы это как раз те люди, которые относятся к элите. И делается глобализация, вернее, применяется инструмент глобализации для сугубо их потребительских целей, для управления, для воздействия, для подчинения, для того, чтобы они стали, может быть, где-то еще богаче или не потеряли хотя бы то богатство, которое им уже досталось, которым они могут сейчас управлять. А когда все станут умными, самостоятельными, то в этом случае тогда придется с этим богатством поделиться, потому что оно им досталось в определенное время, скорее всего, не очень по чистым каким-то правилам игры. Вот этого сейчас, скорее всего, они не хотят допустить, и поэтому инструментарий применяется ими для своих сугубо утилитарных целей. Вот как-то, наверное, так. Еще два вопроса у нас есть. Вопрос эфира от Владимира Заматича. Цивилизация накроется медным тазом или успеет бежать в космос, оставив ад на планете? Как думаете? Вы имеете в виду мир доктрин или вы имеете в виду реальность? Похоже мне, что Владимир задает вопрос из реальности. Вот если сейчас мы будем так продолжать, что успеем ли сбежать в космос, оставив ад на планете? Или все-таки накроемся вместе с цивилизацией? Накроемся. Вот тем хаймом упомянутом медным тазом. Не нужно только расшикывать на великое щуга. И боюсь, что те, кто говорит, ну что случится какое-то великое прохрение, или там предки, нехай, прилетят из далеких галактик светлых, на это задеяться сленага. Всяк ведь хам свою дел куют. И я бы Ховекову всем людям в первую очередь расшикывать негативную сценарию и все свои поступки, планы скроить именно исходя из негативного сценария. То есть если мы в своей жизни только не ходеемся на щуга, как еще прилетит вдруг волхебник изверхного цвека верголете проведет изверхного рода действия, то это как бы паразитик. То есть мы опять надеемся на то, что за нас кто-то другой добрый дяденька что-то сделает, что мы как и успеем вырваться в космос, оставив эту планету умирать. Но всегда же всех, я думаю, всех более медиадекватных полегающих людей училищ прибирать хэхэбой гага. И вся помойка на земле оставлена, она нам аукнется, как или иначе. Поэтому никакой успех выйти в кормах и лещи быть не божих. Ну, да, я думаю, что на самом деле достаточно романтично, потому что представьте себе, мы прилетели на Луну, что там, температура на Луне минимальная, температура там 274, что ли, по одному из полюсов, просто там не везде замеряли температуру, это тоже на самом деле с Луной сложный вопрос сказать, но в принципе температура от общекосмической там отличается мало. Вот представляете, температура, не знаю сколько, минус 270, где-то температура в космосе, да, радиация, да, то есть практически там нет атмосферы, она защищена, она не защищена от воздействия солнечной радиации, грубо говоря, достаточно прочной базальтовой, базальтовая кора, да, которую долбить, ну, понимаете, то есть ее только взрывать ядерными бомбами, наверное, чтобы сделать себе какие-то убежища, направленным ядерным взрывом, кстати, мы об этом писали, о добыче на Луне и строительстве на Луне при помощи направленных ядерных взрывов, в общем-то, промышленных ядерных взрывов как технологии об этом, ну, в смуте об этом нету, будет это чуть позже описано, вот, но без базы на Земле очень серьезной эти такие работы провести будет маловозможно, понимаете, и то, что, ну, что, скажем, какое-то количество людей туда прилетит и что, ну, они погибнут и погибнут, в принципе, достаточно быстро, я думаю, вот. Да, у нас сейчас много людей разных религиозных течений, которые ждут пришествия какого-либо спасителя, то есть, Христа, Мессии, Машиаха или Перуна, что он там прилетит и наведет порядок, вот как-то, да, вот это у нас сейчас наблюдается такая тенденция, все ждут какого-то волшебника в голубом вертолете, который всех наградит, но при этом, к моему большому сожалению, обращаю внимание на то, что подавляющее меньшинство, можно сказать, единицы из всех ожидающих делают что-либо такое, за что этот самый прилетевший волшебник не надает как следует по голове, получается, что ждут-то, они его ждут и надеются, а если он пролетит, они ему говорят, не дай бог, что ж ты сюда приперся-то, за что ж нас тут мочишь, а он как тараканов вас мочит, которые здесь расплодились, или как крыс, которые расплодились здесь, жрут и, извиняюсь, обратно из себя что-то выделяют. При этом, да. Я могу пример могу привести. Представьте себе, человек имел сына, белый русский человек, сын ему бах, сделался, пролетелился на негритянке, ну, предположим, и вот этот человек оказался голубожителем, отец, прошел там лет 300, и ему на хаоселеха хотелось в Классвеку отправиться. И вот проплывая мимо Африки, находят плебя, видят среди негритян, что некоторые негритяки, и декилы негритяки, и некоторые негритяки посвеклее, волоски у них попребея. Так вот, главный вопрос будет ли этих хаоселехам впрягать сахаретик негритяк, решать их проблемы, вот, и все проще. Как вы к человеческому, если говорить о фанкастических мирах, и не в фанкастических мирах, находятся в полношении вот этих самых негритяк. и как бы для себя там думать, что человеческому представлять для межпланетных цивилизаций какую-то огромную ценность, имея какую-то их богость, мне кажется, это ошибочка. И всем надо понять, что уникальный их бог и главное не чекать себя их богом. Если представляю, что люди в конце концов за проходник все по своему мягко расставят, как полагается, а хоть в архагане ищу, как я хочу поощрять в себе паразика. Мне как работать, как грудиться, козыгать. Ну, вот как пример, на самом деле в Смуте, но в Смуте в меньшей степени это в следующих произведениях мы больше раскроем эту тему. На самом деле эти волшебники Сириус, они уже здесь. И они давно здесь. Но у них нет никакого желания. Причем они придерживаются разных идеологических воззрений, в общем-то. Но у них ни у тех, ни у других нет желания что-то делать за людей и тем более нести за это ответственность. Потому то есть они там проводят свои социальные эксперименты, значит определенную и смотрят как развивается интеллектуальный потенциал человечества, устанавливают с ним определенную идеологическую близость с определенными, когда человечество достигает определенного этапа, устанавливает определенные связи. Но никто ни за кого не будет как говорится во-первых просто так предоставлять ему какие-то предоставлять людям какие-то технологии, предоставлять людям просто так какой-то интеллектуальный продукт, просто так ему предоставлять какие-то предметы, просто так ему давать советы. Если это и делается, то за это придется заплатить. В каком или ином виде Никто не будет Во-первых, делать Как говорится, стрелять себе в ногу Плодя паразита, который будет сидеть У тебя на загривке Потому что они это очень хорошо понимают И уж Опыт манипуляции, скажем так Опыт управления у них гораздо больше Чем у бильдерсбергской группы И так сказать Всех вместе взяток Ну это согласно смуте Это фантастический сценарий, еще раз повторюсь Вот поэтому Знаете Конечно Мы конечно покажем И таких, которые ждут чего-то Которые надеются На лучший исход Какие Присаживаются активисты Вот Но Как бы Реальность, знаете Никто А расходы Или там На нужды Нужды человечества Оплачивать тоже не будет Потому что Как и Вот в смуте Очень хорошо видно Что пришельцы тоже умеют считать деньги Вот И как бы Понимаете Как то есть Они Ну Ничего так Просто так тоже делать не будут Понятно Все делается Наверное Для По По какому-то Замыслу Если Человечество Или какие-то Представители Человечества В этот Замысел Не входит То Особо считаться С ними Никто и не будет Точно так же Как Не считаются Например Люди С осиным гнездом Которое Появилось У них Где-то Рядом С домом И осы Начинают Жалить Если вы Не вписываетесь В хозяйские Расчеты То в этом случае Вас как ос Будут В лучшем В худшем случае Для вас Для ос Уничтожать В лучшем случае Просто не будут На вас обращать Внимание Но никто не придет Вам метку Не положит Если вдруг Вы не успели Запастись Медом Как то так Поэтому в общем-то Все зависит от нас Мне так в очередной раз Кажется Все как Вопрос В эфир от Владимира Изматич Кому адресован Ваш труд Какой портрет Вашего читателя Как Где Купить Книги Ну Портрет Я думаю Так Это человек Лет 30-40 По крайней мере То есть Человек Имеющий Определенный Жизненный Опыт Определенный Опыт Работы Скажем Как видеть В своей жизни Потому что Мы Я еще раз Покажу Мы не решаем До 3 Некую утопию То есть У нас Это более или менее Реалистичный Прогноз И Молодым Людям Которые Часто любят Куколки И Куколки Как или иначе Склоняется Эта книга Может Очень и Очень сильно Не понравиться Не оправдав их Укопивших Понимаете Зачастую Люди После работы Едут Они устали Зачем Напрягать В мозге Лишний раз Они открывают Книгу И они хотят Ее просматривать Наискосок Когда они Сталкиваются С диалогом Где 3-4 Собеседника И они Разговаривают С друг с другом Понимаете О достаточно Сложных вещах И разговаривают Долго Потому что Люди Как правило Серьезные Если они Собираются У них нет Времени Встретиться Поболтать Не о чем Если встречаются Они разговаривают Такого уровня Которое Описано В смуте Они разговаривают Как правило По теме Но Достаточно Это не Пятиминутная Беседа И Когда они Сталкиваются С этими Диалогами Это Начинается Потом Претензии Что Они не Не поняли Кто Что Сказал И так далее И тому подобное Там Запутались В должностях Запутались В фамилии В именах В именах Да Хотя В принципе Нужно было Просто Внимательно Прочитать Текст Ну Тут Я могу Так сказать Саше Соглашусь С том Что Люди Более Старшего Поколения У них Как бы Вопросов Обычно Вообще Не возникает Как правило Легче Книгу Читают Люди С техническим Образованием Как это Не странно Да И Наиболее Полезный Комментарий Пока Да Который Вот Мы Рецензии Который Получил Это Был Для От людей В большинстве Своем От людей С техническим Образованием Вот Поэтому Наверное Вот так Я скажу А по поводу Где купить Где купить Хайт www.koumov.com Там магазин Можете Купить Печатную Книгу 150 рублей А 50 рублей Был Купить Электронную Книгу Вот Ну и Для свободного Прочтения Если Денег Нет Или Почта Плохо Работать Вот Я Хайт Ссылочка Была Приведена В анонсе Смотрите Все Там Вот Так Вот Хорошо Так Вопросы Мы все Озвучили И У меня Остался Все-таки Один вопрос Который Я задал Но Была Надежда Что я Услышу Его Пояснение Но Как-то Четко Не услышал Все-таки Иллюстрации К доктрине Очень Своеобразные Многие Символы И знаки Не характерны Для современного Общества Почему Художник Или Мы не имеем права За художник Говорит Но Надеюсь Что все-таки Он иговаривал С вами Свои какие-то Мысли Художественные Вы с ним Иговаривали Почему художник Очень много Таких Своеобразных Символов Изобразил На Иллюстрациях На Картинах В том Что эти символы Вкладывались Во-первых В техническое Рагание Вописание К иллюстрациям А во-вторых Художник Он наш Человек Он человек В теме Который В этом Все-таки Коечко Харь Понимает Вот И Человек Не Обделенный Харьем Талантом Определенным То есть Он Насколько Хорош Что Может Предугадывать То Что мы Подразумеваем Он Может Дополнять Некие наши Мысли Видения Персонажей Объектов Ну Я еще раз Повторюсь Просто на самом деле На ваш вопрос Я уже Пытался Ответить В контексте Рассмотрения Доктрины Или Идеологии Неотрадиционализма То есть На самом деле Данный символ Они широко Используются Как в неоиндуизме Ну Наверное И в современном Индуизме Не надо Наверное Говорить Что если вы Там поедете В древнейшие Храмы В предгоре Гималаев Я там был Лично Понимаете Я эти символы Там видел Понимаете С собственными Глазами И у меня Нет В общем-то Сомнений Что их сделали Не в 30-х Годах 20-го века Ну да Значительно раньше Понимаете Вот Там Если вы Берете Иранскую Там Да Там например Культуру древнюю Да там тоже Вы их найдете Понимаете И вообще Все что связано С древней Индоарийской Культурой Каареал Который В принципе Достаточно Широкий Там эта символика Присутствует И более того Эта символика Она и Была воспринята И Другими народами То есть О Европе Наверное О древних Европейских Текстах Наверное Говорить Тоже Ну это Банальные вещи Если вы поедете В Исландию Посмотрите Там памятники Там все это Тоже можно найти И поэтому Люди Которые Считают Что они Последователи Традиции Своих предков Как например В мире доктрина В Германии Норвегии То они То они Конечно Используют Эту древнюю символику И в общем Наверное У них это Не вызывает Именно Не вызывает Как торжение Таких-то Негативных Закрыцать С их Царев Царизмом Никлеров Слати Паскажем Как Вот Да и вообще Баскажем Кто Никуда Не ездит Тот Ничего Не видит А поезжайте Вы на севера Допустим В Байкалье Куда-нибудь Поближе К моим Родным Местам Там И увидите И хвостички И символики На хавах Которые Были По полкристи Шелек И пресловок И черное Солнце Которые Увидите В городных Высовках Поэтому Кто Видит В этом Лишь Отражение Гитлера И всего Прощего Негативного Тепного Тот Не совсем Здоровый Человек Я бы Сказал Так Это Все-таки Наследие Наших Предков Некой Культуры Может быть Даже Так скажем Общечеловеческой Культуры Которые Со временем Хвивалась И жила Ведь Например В том же Китае Мы Можем найти Со временем Украшениях И хвастиками Хваками Кольца Комсиль Брахлек Печак И Все Что угодно И у Китайцев Как Аббасиев У Ягабхалюка Никакого Негатива Вот Равно Как И У Населения Индии Населения Индокикая Проще Хозяйских Регионов То есть Это Этот Негатив Он Вызван Ухостью Мышлений Человека И Я бы Как сказал Работы Советской Пропаганды Когда Паранойя Доходила До какой степени Что Хвастичные Символы Вырезались Из Атласа Пскородной Высидкой Вот А если я не ошибаюсь В проекте Купюры Которая Должна была Или Проекта Символики Советского Союза Которая Советская Ну СССР Там был Вариант Со свастик Насколько я помню Вариант Это был Но после Гитлера В 20-х годах В 20-х годах Была Другая Но после Гитлера Решилась Паранойя Истерия Вот И Не только Советский Союз Был ей Подверх Но и все Остальные Скажем Европейские Державы Вот И Мне кажется Бегата В это Бегата Потому что Люди Узко Смотрят На мир И Не могут Прохвалить На него Немного Сырящим Они Смотрят На него Обычным Ну Да Просто Гитлер Он Имел Отношение В свое Время Имел Отношение К немецкому Неотрадиционализму Я бы так сказал Потому что Он Подвязался Там В разных Кружках Вот Я сейчас Точно Уже Не вспомню Там Фильм По-моему Есть Черное солнце Документальный Немецкий Там Очень Четко Показана Идеологическая Основа На чем Формировалась Идеология Гитлера Те Неотрадиционалистские Веяния В немецкой Культуре Которые Были Имелись В конце 19-го 20-го В начале 20-го Века Появились И В общем-то Своим После Возвышения Гитлера Да И его Многие Эти течения Они Были Скомпрометированы Им Да Хотя В общем-то Их последователи Не имели Прямого отношения К Партии Национал-социалистической Рабочей партии То есть Не все Конечно Часть 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 Имела Безусловно И значительная Часть Но далеко Не все Вот И Ну вот Но это Историческое Явление Что поделаешь Вот Как Понятно Я просто Хочу уточнить Что на самом Деле И временное Правительство Выпускало Ценные Бумаги Где Изображалась Свастика И Эти бумаги Действовали Еще на территории Тогда еще Не Советского Союза Вот Но Со временем Они были Замещены Потому что Появились Разгромные Статьи По поводу Свастики И Свастика Уже в те времена Не очень хорошо Начала Восприниматься Но В свою очередь Туркестанский Фронт Если Посмотреть Одежду Форму одежды Туркестанский Фронт Фронт РККА Там Он отличался Тем Что у него На шевронах Была именно Свастика На красном Ромбе Там было написано Вокруг свастики Р С Ф Посередине С Р То есть РСФСР Для Командного Состава Это была Вышивка Для Рядового И Сержантского Это Были Шеврончики Клееные Или Пришитые Так что Да и Много других Там есть Примеров Где Свастика Применялась И во времена Царские И до Царских Времен И даже Начальные Советских Времен Так что Ничего Страшного В этом Парадоксе Как кому-то Кажется Нету Это Наша Действительность Это наша Правда И смотреть Надо На Ярговые То есть Солнечные Символы Как на Наше Древнее Достояние А не Как выдумку Каких-то Там Негодяев Которые Полмира Чуть ли Не уничтожили Присвоив Себе Один Из Символов И перекрасив В черный Цвет Вот Поэтому Здравомысли Просто Проявляйте Хотя бы С точки Зрения Нашего Прошлого Если уж Не хватает Там На что-то Больше То хотя бы Что это Было У нас В древности И не надо Так сильно Пугаться Надо просто Понимать Свои Корни Ну что ж Все вопросы Мы задали У нас Есть Такая традиция На радио Когда Говорящие Или говорящие В данном случае Желают Что-либо Доброго Хорошего Вечного Нашим Радиослушателям Я предлагаю Каждому из вас Что-либо Сказать Ну давайте Начнем с Николая Михайловича Николай Михайлович Скажи что-нибудь Доброе Хорошее Чтобы наши радиослушатели Так Прониклись Темой И сказали Ух ты Что хотелось бы Пожелать Хотелось бы пожелать Чтобы каждый человек Постарался жить Сознательно Чтобы он Постарался Чтобы он Как сказать Сам Сформулировал И исполнял Тот моральный Кодекс Который Скажем так Который Он принял Чтобы люди Люди Старались Заниматься Получать образование Заниматься Самообразованием Расширять свой Кругозор В частности Вот мы сегодня Затронули Проблема глобализации Вот То есть Если как бы Их Эта проблема Интересует То почитать Что у нас Совменно И российской В том числе Науки Ознакомиться С ее С достижениями Вот Для того Чтобы расширить Свой кругозор И более Широко И ясно И четко Взглянуть На те Явления Которые Происходят В нашей стране И в мире Вот Ну и Надеюсь Что В этом контексте Повесть доктрина Повесть Внута в Москве И проект доктрина В целом Он послужит Вот этой цели Цели Чтобы Люди Прочитав Эти книги Задали Какие-то вопросы Прежде всего Самим себе И постарались На них ответить Вот И извлекли Из этого Наверное Какую-то пользу Практическую пользу В жизни Вот Прежде всего Это основные Философские вопросы Они в принципе Известны Что есть мир Что есть Бог Что есть я Какова моя цель Пребывания на земле Это вот эти Вопросы Прежде всего Вот Чтоб они еще раз Задумывались над ними И постарались найти На них какой-то ответ Который им был бы Близок и понятен Спасибо Благодарю Николай Михайлович Александр Владимирович Пожалуйста Теперь вам слово От меня Я могу Может быть Несколько проще Говорю как Живите по совести Согласитесь природой И почитайте предков Не будьте Однобокими Не мыслите Как габоха люди Потому что вы Этим своим Одноборщим Загоняйте себя В ловушку В ловушку Логическую В ловушку Системную Будьте Сыри Скарайтесь Действительно Не самообраховываться Находить для себя Нечто Вархое Ключевое И Как-то Созигательно Двигаться К исполнению Этого Ключевого Момента Не Не думайте Что там Что-то всегда Был Варх Ресач Что Власть Или кому Бого Нибыло Которая Ходится Сверху Виднее Действуйте И активизируйтесь Пробуждайте Своё Именно Охохное Мысление Своё Сознание Мыслите Скажем так Ведь Если человек Будет мыслить И если он Будет думать Говорит То Ни одна Система Поговления Будет Неспособна Противостоять И Всем этим Процессам Вот То есть Можно быть Хырь Видите Как мир Хырь Вот И находиться В гармонии С собой И природой Которая Тебя Крухает На этом Наверное Всё Их Влекайте Их Книг Уроки Делайте Как Мир Уж Хорошо Благодарю Очень правильные Хорошие слова Мне понравилось Мне от себя Остаётся В общем-то Так Подвести Какой-то итог От себя Что-то высказать Но вот Жить по совести Ладус природы Свято чтить Велико Мудрых предков Это уже Было сказано А ведь На самом деле Если так Разобраться Все Фантастические Писания Которые Идут С русской Стороны Тор Так называемая Русская фантастика Они к этому В общем-то И призывают Не грубите Старшим Любите Природу Не ругайтесь Уважайте Других Людей И Всё Будет Хорошо Цените Опыт Предков Понимайте Кто Вы Вот Если Разобраться Вся Русскоязычная Фантастика Она Так Так или иначе К этому Призывает Где-то В большей степени Где-то В меньшей Но Жить По совестному Аду С природой Это Как раз Заповедь Которая Всегда Отличала Русских Людей От Других Народов Хотя Другие Народы На сегодняшний Момент Как это Показывает Опять же Практика Исполняют Этот Долг Эту Обязанность Эту заповедь Больше Чем Русские И русские На сегодняшний Момент Превратились Иванов Не помнящих Роства К большому Сожалению Вот Пришло Время Перестать Быть Таковыми Становиться Настоящими Людьми Настоящими Человеками Хозяевами Ищите На мой взгляд Ищите Проблемы Не в тех Кто создает Вам эти Проблемы А ищите Ответы В себе Почему Вы Допустили Создание Этих Проблем Другими Людьми Для себя Для этого Мира И почему Вы еще Несовершенны Почему Вы Как несовершенный Человек Пока не сделали Себя лучше Чтобы сделать Более Совершенным От мир Хотя Мир Изначально На мой взгляд Был совершенным Сделан И Мы его Несколько Испоганили Несколько Ухудшили Так что Все зависит От нас Будьте Просто Человеками И все Будет хорошо Напоминаю Что сегодня У нас По одному Из современных Календарей 7 декабря 2016 года Среда По одному Из старинных 37 день Месяца Новых Даров 7525 Лета Осьмица Тема Эфира Идеология Будущего Взгляд Писателя Фантаста Была у нас Рассмотрена Токунов Александр Владимирович И Захаров Николай Михайлович Были Авторами Эфира За что Низкий поклон Мы рассматривали Повесть Или проект Доктрина Смута в Москве Первая часть И в общем-то Теперь я думаю Есть Нашим радиослушателям Задуматься Что почитать Так сказать Свободные От работы И отдыха Время Чем себя Занять И на чем Поразмыслить Ну вот В общем-то И все Мне остается Только поблагодарить Тех Кто активно Участвовал В чате Писал Интересные Вопросы И пожелать Вам всего Самого доброго Быть добро Друзья мои Услышимся До новых встреч Народная славянская радио Все нужно Все важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok